Покоилась. По крайней мере, черные трещины не появились. Группа побежала по комнате. Линк побежал к вершине трона. Он увидел волшебную книгу на левой стороне. Взглянув на нее, он увидел название чудеса космоса и тут же поднял ее. На правой стороне трона была также статуя рыцаря, сделанная ни из золота, ни из металла. Внутренне обрадовавшись, он быстро собрал эти вещи. Затем он побежал к задней части трона. Там было небольшое пространство шириной 6 футов с волшебной печатью на земле. Хаос был повсюду, кроме этого места. Свет проникал через волшебную печать, показывая, что он работал нормально. Это волшебная печать, которую король ночи оставил для себя, чтобы сбежать. Подойдите и встаньте здесь. После того, как все вошли, Линк также побежал и активировал волшебную печать. Загорелся белый свет для телепортации. Группа была охвачена жаром. Они собирались уходить. Но именно тогда черная тень ворвалась в дверь и зарычала. Где ты? Не думай о побеге. Это был падший ангел. Когда сложенное пространство рухнуло, двери в спиральных ступенях, естественно, тоже стали неэффективными. Он рискнул спешить, но ему не следовало приходить в это время. В самом деле, вжух. Пространственная трещина ударила его, как молния. Застегнутый врасплох, падший ангел был поражен, и его рука отвалилась начисто. Ах! Он закричал от боли, падая на землю. Линк не видел его конца. Заклинание телепортации было закончено, и группа исчезла из подземного дворца. Через полсекунды они вновь появились на вершине ущелья плача. Десять крылатых ревунов патрулировали в небе рядом с ними. Когда они увидели группу, они замерли, прежде чем немедленно сместиться. Идем! Закричал Линк. Но как тут так много демонов? Скинорс закричал от шока. Линк достал статую рыцаря, которую он взял с трона Короля Ночи. Это был способ, которым он пользовался более сто раз в игре. Статуя Соловья. В их текущей ситуации эта статуя была спасительным божественным артефактом. Глава 346. Маг, который украл принцессу после побега из подземного дворца у Линка осталось 2300 единиц маны. Это было не так уж и много, но он выпил идеальное зелье маны и активировал эффект халата чистой мысли. Его мана сразу стала 4300 очков и продолжала расти. В это время ближайшие крылатые ревуны были на расстоянии около 3000 футов. Исходя из их скорости, им потребуется всего несколько секунд, чтобы настигнуть группу Линка. Линк немедленно направил ману в статую Соловья, потратив 1500 единиц маны за один раз. Статуя загорелась, обнажая многочисленные руны, вырезанные на ее поверхности, как замысловатая паутина. Затем паутина начала очень ярко сиять. Выглядела, как будто статуя собиралась развалиться. Внезапно она действительно взорвалась на куски. Линк бросил статую к земле перед собой. Статуя сразу начала расширяться. Когда она расширилась, она превратилась во множество маленьких кубиков, которые быстро плавали вокруг и соединялись вместе, образуя черного жеребца высотой около 9 футов. Это было практическое использование навыка пространственного складывания. Это было очень загадочно. Эта лошадь была абсолютно черной, и когда она била копытами, шли языки пламени. Его кожа была жесткой, как у скульптуры, но его мышцы были гибкими, содержащими взрывную силу. На его широкой спине были два седла. Король ночи сконструировал эту лошадь с намерением ездить по миру со своей женой Вивиан. К сожалению, это были всего лишь мечты. Лошадь теперь принадлежала Линку. Поспешите, на лошадь. Хотя там было только два седла, эта лошадь была создана для путешествий и поэтому была очень широкой. У лошади не было проблем с перевозкой четырех человек. Когда группа взобралась на лошадь, Линк сел в переднее седло. Чтобы защитить Линка, Нана села прямо за ним. Мелинда сидела во втором седле с Кинорсом позади нее, чтобы не дать ей упасть. К настоящему времени крылатые ревуны были всего в 600 футах. Самый передний вытащил свой меч, сверкающий черной боевой аурой. Это определенно собирался атаковать. Господин. Скинорс крикнул. Его мышцы были уже напряжены, и он был готов пригнуться в случае необходимости. Успокойся. Линк нажал на руну перед седлом, направляя в нее ману. Лошадь побежала вперед. Одновременно вокруг них возник однонаправленный магический барьер, предохраняющий их от падения с лошади. Вот так. Линк увеличил ввод маны примерно до 10 единиц маны в секунду. Это не считалось много, но эффект был очень заметен. Вжух. Внезапно Соловей рванул вперед, перелетев через горную скалу. Почти в то же самое время, боевая аура крылатого ревуна обрушилась на Соловья. Линк указал своей волшебной палочкой, и вылетела пространственная сфера, взорвав и заблокировав атаку ревуна. В следующее мгновение Соловей уже убежал вдаль. Его скорость была невероятно высокой. На вершине лошади группа могла видеть только белый туман, окружающий их барьер. За пределами тумана пейзажи проходили в неясности, а позади них было видно только облако пыли. Издалека они выглядели как земной дракон, несущийся по земле. Насколько быстро мы едем, Скинорс почувствовал, как его сердце бьется быстрее. Он понял, что летающие демоны все дальше и дальше. Более того, их скорость была невероятной, более 300 футов в секунду. Если бы кто-нибудь сказал ему, что кто-то на земле может путешествовать быстрее, чем кто-то летающий, Скинорс никогда бы не поверил. Однако теперь он испытывал это на себе. Сейчас мы движемся со скоростью 1300 футов в секунду, сообщила Нана. Это было относительно точное число. Мелинда была в шоке. Эта штука на самом деле быстрее, чем наши штормовые дирижабли. Это невероятно. Выражение Линка было серьезным по сравнению с остальными. У него осталось всего 1800 очков маны. Он подсчитал, что продержится всего 3 минуты. 3 минуты спустя у него кончится мана, и ему нужно будет использовать очки амни, чтобы поднять максимальный предел маны, чтобы поддержать бег соловья. В настоящее время у него было 700 очков амни. Если он потратит их все на увеличение своей максимальной маны, он получит достаточно маны, чтобы питать соловья еще на 10 минут. Этого было бы достаточно, чтобы избавиться от всех демонов. Однако это было в идеальном сценарии. Была еще одна серьезная проблема. Это был ресурс соловья. Размер соловья был большой. Проносясь на высоких скоростях по всей поверхности земли, ущерб его компонентам был во много раз выше, чем при полете по воздуху. В игре ресурс соловья, искусственного жеребца, всегда была головной болью для игроков. После каждого использования он потребует ремонта. Самые большие, он мог проехать только 100 миль, прежде чем остановиться на ремонте. В противном случае, он сразу взорвется во время бега. Это было бы катастрофой, приведшей к гибели многих людей. Что еще хуже, король ночи был королем. Естественно, он был богат и не учитывал стоимость материала в пристроительстве соловья. Однако для игроков это будет стоить 2000 золота за ремонт. Поэтому большинство игроков никогда не захотели бы использовать соловья, чтобы путешествовать. Таким образом, соловей часто этого использовался для медленных путешествий. Это было очень хорошо для хвостовства, особенно на свиданиях. После того, как вы прокатили девушку на соловье, успех вам почти гарантирован. Прямо сейчас, пробежав около минуты, Линк почувствовал множество мелких трещин, начинающих образовываться на четырех ногах соловья. Он был даже менее эффективен, чем в игре. Линк предсказал, что соловей продержится всего пять минут, прежде чем придет в негодность. Оглядываясь назад, Линк заметил, что крылатые ревоны были теперь маленькими черными точками на расстоянии. Несмотря на то, что между ними уже было более полумили, они не собирались сдаваться. У Линка не было возможности вступить в битву на истощение. Все это время они шли по верхнему региону ущелья Плача. В этот момент дорога зашла в тупик. Впереди них лежал утес высотой 3000 футов. «Господин, впереди больше нет дороги. Может ли эта вещь летать?» Скинросы женщины спросили. Линк не ответил. Он был занят, думая об их следующем шаге. Внезапно он почувствовал вдохновение. Через несколько секунд он направил соловья, чтобы броситься на обрыв и сразу же прыгнул. Скорость соловья была действительно высокой. Прыгая вот так, он был как пушечное ядро, пронизывающее ветер. Утес был 3000 футов высотой. Им понадобится чуть более 10 секунд, чтобы добраться до земли. В основании утеса выступало много камней, которые превратили бы их в фарш, если бы они не могли найти способ летать. «Господин, защитный барьер этой штуки достаточно прочный». «Верно?» Скинрос дрожал, когда он спросил это. Он путешествовал по всему миру, но это был его первый раз, когда он испытал нечто настолько захватывающее. После того, как он бросился вперед со скоростью 1200 футов в секунду, он спрыгнул со скалы 2700 футов. Это была действительно жизнь на грани. Не думай об этом слишком много. Позволь мне сказать тебе, что этот защитный барьер предназначен только для того, чтобы блокировать ветер. При таком падении мы точно все умрем, за исключением Наны, прервал их черный кот. Конечно, черный кот ни капельки не волновался. Он знал, что у Линка был какой-то план. У Линка, естественно, был план. После того, как Соловей спустился на 1200 футов вниз, обрыв позади них заблокировал их от поля зрения крылатых ревунов. Прямо в этот момент, 200 очков Амни, поднять максимальный предел Маны. Мгновенно, внутри его тела появилось ощущение текучести. Максимальная Мана Линка была увеличена до 20500 очков, а текущая Мана у него была 2600 очков. Он без колебаний использовал скачок по измерениям прямо в воздухе. Вжух, Соловей вместе с группой растворился в воздухе. Одним вздохом они появились на расстоянии полумели отсюда. Этот регион, вероятно, был за пределами области ущелья Плача. Деревья выглядели более пышными. Линк выбрал место для телепортации прямо под большим деревом. Линк провел ладонью по волшебным линиям на Соловье и убрал его. Затем он начал читать заклинания без следа. Хорошо, теперь мы в безопасности. Давайте продолжим. Тем временем в ущелье крылатые ревуны бросились к краю утеса. Они ушли. Они разбились насмерть. Ни за что. На земле нет ни одной отметки. Это определенно маг. Они телепортировались. Тогда как мы должны их найти. Впереди был лес, где их не охраняли красные обезьяны. Если Линк и его группа побежали в лес и использовали заклинания, чтобы скрыть свои следы, то они по сути были бы как рыба, которая нашла океан. Они смогут прятаться где угодно. Пока демоны беспомощно крутились вокруг, черная фигура пролетела над ними. Это был командир демонов. Командир демонов был в плохом состоянии. Его черная аура была теперь намного тоньше, чем раньше, и ему не хватало одной руки. Он также летел намного медленнее, не намного быстрее, чем обычные птицы. Он медленно приземлился на землю, прошатнулся и чуть не упал. Глядя на лес впереди, он беспомощно вздохнул. Возвращайся и доложи, что ситуация изменилась. Маклинк взял человека из расы Ебба и прорвался через баррикаду. Они приближаются к крепости Арит. Однако после того, как он произнес последнее, крылатые ревуны встали без движения. Командир, ты в порядке? В этот момент спросил один из ревунов. Это был тот, кто был избит им ранее. Падший ангел, естественно, понял их намерение. Он холодно рассмеялся, и в его руке появился нож, окруженный черной молнией. Гарри, ты думаешь, что сможешь победить меня сейчас? О, нет-нет, у меня не было таких намерений. Я просто хотел узнать, как у тебя дела. Я собираюсь доложить, ответил Гарри. Взмахнув крыльями, ревун взлетел в небо и направился на северо-запад. Падший ангел посмотрел на лес и приказал. Остальные, продолжайте поиски. Расстояние телепортации врага невелико. Он определенно все еще находится поблизости. Да, командир. Остальные крылатые ревуны разлетелись на поиски. Наконец остался только он на горном утесе. Он больше не мог сдерживать его, и внезапно его вырвало кровью. Сначала он сбежал из ловушки, но когда пространство рухнуло, он был тяжело ранен. Это все из-за мага, который украл принцессу. Ха-ха. Он, безусловно, представляет угрозу. Он уже волшебник 8го уровня. Мне нужно сообщить об этом своему лорду. Темные эльфы призвали их, но они были просто в сотрудничестве с ними. Тот, кому они действительно повиновались, был повелитель глубин, Назама. Глава 347. Смертный, тебе не хватает терпения. Южный горный хребет Хандуан. В 120 милях от крепости Арида группа отдыхала в заброшенной хижине. Посередине был костер. Скинорси еббожарили кролика. Нана отвечала за охрану, пока Линк находился в углу комнаты, изучая магию с черным котом. Хорошо, ты не такой тупой, как я ожидал, сказал черный кот. Теперь ты успешно постиг эту магическую печать. К сожалению, ты все равно не можешь спасти мир Феррумана. Линк подумал, что черный кот говорит о трещине в мире, и сказал. Не волнуйся, я как-нибудь исправлю это. Кот пожал плечами. Может быть. Линк проигнорировал кота после этого. Он начал листать заметки, которые он делал. Когда он подтвердил, что проблем нет, он закрыл записи и написал на заголовке слалом душ. В этих заметках подробно описан процесс наложения этого мощного заклинания. Если у мага было достаточно магических знаний, любой, кто получил эту книгу, должен был наложить заклинание после некоторого изучения. Линк не просто учился теории. Он все еще был осторожен с черным котом и проверял заклинание на практике в процессе обучения. Он был уверен, что это заклинание было эффективным. Божественная сила темного змея была крупномасштабным поглотителем душ, в то время как заклинание Линка с лалом душ агломерировало большое количество маны. Затем он создал мощную душевную бурю, чтобы рассеять эту силу поглощения. По подсчетам Линка, ему нужно было использовать 50 000 очков маны в секунду, чтобы достичь этого эффекта. По его оценкам, для создания магического круга было необходимо 100 волшебников. Это было легко провести, но на самом деле теория была очень глубокой, и в процессе творения заклинания было много деталей. Это было за пределами всей магии, которую Линк когда-либо изучал прежде. Было две причины, по которым Линк мог понять это за такое короткое время. Прежде всего, черный кот объяснил все так, чтобы было легко понять. Во-вторых, большое накопление знаний Линка также пришлось. Кстати, по какой-то причине Линк почувствовал, что его мозг теперь работает немного лучше, особенно после вывода пространственного тезиса с Королевой Красных Драконов. Может быть, я сделал какой-то прорыв, не осознавая того? Это было единственное объяснение, которое он мог придумать. Господин, пожалуйста, Скинорс предложил ему одну из задних лап кролика. Линк взял ее. Когда он ел, он сказал, мы уже прошли 6 дней, и моя мана полностью восстановилась. Когда мы поем, я использую буревестника, и мы полетим обратно. Им оставалось около 120 миль. С его текущим количеством маны они могли бы просто полететь. Хорошо. После этого путешествия Скинорс стал полностью покорным Линку. После этого в маленькой комнате стало тихо. Все ели, не говоря ни слова, в то время как костер в центре комнаты иногда потрескивал. Снаружи раздался крик птиц. Даже черный кот Иладим молчал. Он свернулся калачиком рядом с Наной и заканчивал синего окуня. Он даже не оставил костей. Все привыкли к этому черному коту. В дороге он был послушным и не делал ничего ненормального. Линк тоже ослабил свою настороженность. Все они были напряжены после прохождения через горный хребет Хандуан и столкновения со всеми опасностями. Они устали и наслаждались мгновением покоя. В этот момент никто не знал, что будет дальше. Скинорс и Мелинда полностью расслабились. Даже Линк чувствовал себя комфортно и расслабленно. Спустя годы Мелинда, уже будучи в возрасте, всегда качала головой и вздыхала, вспоминая эту часть своей жизни, невольно чувствуя дрожь. Когда другие спрашивали ее, она отказывалась говорить, что произошло, только говоря, это было очень страшно. Я не хочу об этом думать. Через некоторое время Линк закончил кроличью ножку. Он вынул чистую тряпку, чтобы вытереть руки. Видя, что остальные все еще едят, он решил достать книгу чары талисмана, чтобы убить время. Но в середине движения он остановился. Что-то было не так. Он оглянулся, и его взгляд упал на черного кота. Он больше не был рядом с Наной. Вместо этого он был в маленьком окне в десяти футах. Он все еще жевал рыбу, но он потихоньку смещался к окну. «Эладим, что ты делаешь?» Нана также посмотрела из-за двери. Она не подумала, что что-то не так, и подошла к коту, говоря, «Малыш, вернись». Эладим проигнорировал ее. Он бросился и прыгнул на подоконник. Нана двинулась преследовать его. «Нана, не двигайся!» Линк немедленно окликнул ее. Пока он кричал, он следил за Эладимом. «Ты собираешься сбежать?» Тихо спросил он. «Мяу, разве это не очевидно?» Тонкая улыбка появилась на круглом лице черной кошки. «Ты знаешь, что не сможешь сбежать, пока не получишь силу. Мир раскололся, и демоны не единственные, кто крепнет. Разве я становлюсь сильнее?» «Разве похожий на то?» «Хе-хе, Линк, ты самый умный смертный, которого я встречал, но, к сожалению, ты все еще смертный». «Самая большая разница между смертными и богами – это терпение». «Я терпел так долго только ради одной твоей промашки». С этими словами черная кошка приготовилась убежать из окна. Нана почувствовала, что что-то не так, и ускорилась, чтобы поймать его. Скорость Наны была сверхъестественной. Если она ускорилась, почти никто не мог убежать от нее, но на этот раз она потерпела неудачу. Черная кошка вспыхнула и успешно вырвалась из лап Наны. Его скорость была невообразимой. Он исчез после вспышки, но яркий голос вернулся назад. «Линк, извини. Трещина в мире становится все шире и шире, и законы, сдерживающие меня, тоже больше не работают. Действительно, я немного восстановил свои силы, всего лишь немного, но мне этого достаточно, чтобы сбежать. Что касается вас всех, я могу только сказать, что Линк, ты вызвал столько проблем. Мне даже не нужно ничего делать, кроме как оставить какие-то крошечные следы, ха-ха-ха. Казалось, уход кота убрал какой-то щит. Линк внезапно почувствовал ужас в своем сердце. Это была смертельная опасность. Он быстро понял, почему он чувствовал себя так спокойно раньше. Не то чтобы там действительно не было опасности. Вместо этого черный кот использовал какое-то секретное заклинание, чтобы заблокировать его восприятие. И теперь само собой разумеется, что он был определенно окружен демонами. Линк сразу же захотел использовать скачок по измерениям, но как только он запустил ману и попытался построить структуру маны, она рухнула сама собой. Это пространство было заблокировано. Они прятались здесь и там, пока были в дороге, и были не очень быстрыми. Если черный кот оставил демонам подсказки, они должны быть уже окружены. В этот момент последние слова из Инделана прозвучали в ушах Линка. Он сказал, Мак, однажды ты тоже умрешь от рук этого кота. Линк не думал, что этот день наступит так скоро. В конце концов, я всего лишь смертный. Я не могу тягаться с богом, даже с изгнанным богом. Это жестокий урок. Скинорс тоже был опытным разведчиком, и он сразу же позвал. Господин, надо идти. Нет. Линк достал свои записи, слал им душ, и передал их Скинорсу. Возьми это и отдай магам в крепости Арида. Ты должен их доставить. Линк принял решение в тот момент. Враг окружил их, и кто-то должен был остаться здесь. Это было нормально, но информацию нужно было вернуть в крепость Арида. Господин. Скинорс понял намерение Линка. Возьми это. Линк приказал. У Скинорса не было выбора, кроме как взять записи и спрятать их при себе. Мелинда что-то почувствовала, и ее лицо резко побледнело. Она была обычной женщиной расы Ибба. В это время не было удивительно, что она запаниковала. Как и ожидалось, Линк сказал. Мелинда, твоя травма еще не полностью зажила. Ты видишь тот подвал? Прячься в него немедленно и не выходи ни на что. Я могу сражаться. Я солдат. Мелинда сжала свои маленькие губы. Она собиралась заплакать, но она крепко сжала мушкет. Линк покачал головой. Это не честный бой, и в этом нет ничего славного. Не потеряй свою жизнь. Нана уже открыла подвал. Это было маленькое пространство, используемое для хранения еды. Взрослый человек не мог там поместиться, но это не было проблемой для Иббы. Мелинда ничего не могла сделать, кроме как схватить мушкет и залезть в подвал. Слезы покатились из ее глаз. Закрыв вход в подвал, Линк немедленно стер все признаки ее существования. Когда это было сделано, Линк наконец сказал Скинорсу. Мы с Наной отвлечем демонов. Их главной целью должен быть я. Спрячься здесь и жди возможности бежать. Скинорс был не так хорош в бою, но он был лучшим в шпионаже. Если кто-то отвлекает врага, он должен быть в состоянии успешно сбежать. Серая боевая аура появилась вокруг него. Он немного двинулся и спрятался в тени комнаты. Он быстро исчез после этого. После этого Линк подошел к двери хижины. Он вынул статую соловья. Линк верил, что демоны уже знали его ситуацию. Если он устроит яркую сцену, у Скинорса будет шанс сбежать. Первый появившийся демон не был незнакомцем. Это была Мисамье, заместитель офицера Назамы, повелителя Глубин. Она облизнула свои красные губы и соблазнительно улыбнулась. Ее длинный кнут танцевал в воздухе. Волны ауры, исходящие от нее, были на вершине 9го уровня. Волшебник. Мы снова встретились, сказала она с улыбкой. Глава 348. Линк. Это конец. В лесу захиженной демон Суккуб Мисамье появилась первой, но не последней. С небес донесся звук взмахов крыльев. Это были крылатые ревуны. Судя по звуку, они были на высоте около 150 футов и на расстоянии 300 футов. Линк также увидел павшего ангела. Этот парень, очевидно, не погиб, но, по крайней мере, выглядел намного слабее, чем раньше. Даже если ему не хватало одной руки и он выглядел крайне жалким, он все равно обладал силой более 8го уровня. В настоящее время он держал в руках рунический камень с серебристыми линиями по всей его поверхности. Эти линии тянулись от камня, как паутина, и уходили на 90 футов, прежде чем исчезнуть. Он посмотрел на Линка, сказав, камень рун Грида. Ты это узнаешь, волшебник? 300 лет назад этот пространственный маг создал пространный маг, известный как Грида. Этот рунический камень не был особенно полезен для магов низкого уровня, его единственной функцией было запирать пространство. В этом пространстве все пространственные магические навыки стали бесполезными. Это был очень эффективный метод против Линка. Конечно, использование рунного камня обходилось дорого. Требовался эксперт 8го уровня для непрерывного ввода маны для его работы. Кроме того, его можно использовать непрерывно только в течение 20 минут. Через 20 минут рунный камень начнет рушиться. Будучи пространственным волшебником, Линк, естественно, был знаком с этими типами рунических камней, а также с методом их проникновения. Ха, ты переоцениваешь меня? Линк засмеялся. Демонов было действительно много, но Линк все еще имел некоторые хитрости, которые он не использовал. Прямо сейчас его мана была полной, достигнув суммы в 19.000 очков. Активизировано действие прозрачной мысли. Кроме того, у него было еще 500 очков амни. Это было огромное количество очков амни, достаточное для того, чтобы Линк приобрел легендарное заклинание 10го уровня. Что еще более важно, у Линка все еще была мана, чтобы разыграть его. Карты заклинаний появились в видении Линка. Различные светящиеся легендарные карты вращались вокруг него, ожидая его выбора. В этот момент из леса позади него раздался архаичный голос. Линк, я думаю, ты ошибаешься. Мы не просто высоко ценим тебя, мы также хотим тебя убить. Когда этот голос прозвучал, из него выскользнула массивная черная змея. На голове змея сидел седовласый старик в черной мантии. Одним взглядом было очевидно, что конечности этого старика отсутствуют. Это сделало его тело очень маленьким. Глядя на этого мужчину, Линк вздохнул. Аймонс, я не ожидал увидеть тебя здесь. Но ведь это ты. Я просто должен был прийти. Вздохнул Аймонс. На этот раз он должен был убить Линка наверняка. Они задействовали многочисленных демонов, а также магический инструмент темного змея. В мире не было мага, способного сбежать от такой засады. Линк снова медленно вздохнул. На его лице было беспомощное выражение. Будучи логичным магом, я знаю, что у меня нет шансов сражаться. Я также не хочу бессмысленно бороться. Аймонс, что если я скажу, что сдаться? Я присоединюсь к темным эльфам. Это приемлемо. Брови Аймонса дернулись. Это было отличное предложение. Хотя темные эльфы, казалось, процветали. На самом деле они сталкивались со многими внутренними проблемами. Одной из их величайших проблем были демоны. Они вызвали слишком много демонов. Однако у них не было никакого выбора, если они хотели иметь дело с вторгающимся Иббами с Запада и Объединенной Армией людей и Высших Эльфов. Без поддержки демонов темные эльфы несомненно погибнут. Первоначально им не нужно было атаковать расу Ибба. Однако у темных эльфов было другое соображение. Темный змей мог оставаться на земле только ограниченное время. Это оказало давление на темных эльфов, чтобы они быстро увеличили свою военную мощь, так что, когда они нападут в будущем, они смогут быстро одержать победу, вместо того, чтобы вступить в долгую затяжную битву против людей. Поэтому им требовались технологии Ибба, дирижабли и магические пушки. На данный момент темные эльфы были как пылающие пламя. Однако после того, как пламя погасло, вполне вероятно, что оно будет уничтожено. Если Линк присоединился к темным эльфам, это определенно помогло бы их развитию. Хотя Аймонс не верил, что Линк сдастся, он был действительно тронут этой идеей. Хотя вероятность была невелика, он намеревался проверить Линка. Однако, прежде чем он смог, Миссамье сказала, боюсь, что это невозможно. Наш повелитель Голубин, Назама, полон решимости получить твою голову. Миссамье забрала инициативу у Аймонса. Аймонс был недоволен, но перед таким врагом он не мог выразить свое недовольство Миссамье и мог только проглотить его. Зинь. Линк неожиданно бросил палочку пылающего гнева небес в сторону Миссамье. Линк широко развел руками и сказал, ну что ж, Миссамье, дай мне легкую смерть. Ты ведь командир этой атакующей группы, не так ли? Давай, решай, как я умру. Затем Линк закрыл глаза. Что? Все демоны были ошеломлены. Их миссия внезапно оказалась намного проще, чем они ожидали. Перед тем, как уйти, все, включая Аймонса, Миссамье и падшего ангела, предполагали, что Линк будет сражаться до смерти. Они готовились к его хитростям. Поэтому они мобилизовали свои войска так, словно столкнулись с огромной армией, уделяя внимание каждой мелочи и непредвиденным обстоятельствам, чтобы обеспечить успех их плана. Однако, в конце концов, их противник сдался без боя. Это чувство было похоже на чувство бродяги, которая увидит прекрасную королеву и изо всех сил постарается встретиться с ней, только чтобы обнаружить, что во время их роковой первой встречи она немедленно раздвигает ноги, чтобы пригласить его войти. Однако они не сомневались в капитуляции Линка. В конце концов, он уже бросил свою палочку своему противнику. По сути, это отказ от всех его защит. Маг, бросающий свою палочку, был похож на воина, бросающего свой меч. Это было невероятно. Мисс Амье схватила палочку, которую бросил Линк, и была удивлена. Она заподозрила, что палочка подделка, и подняла ее, чтобы осмотреть. Палочка была огненно-красного цвета, слегка прозрачная, а мастерство было изысканным и безупречным. Палочка излучала огненный красный свет и, казалось, содержала безграничную энергию. В свете даже случайная молния могла быть видна. Все это показало, что выброшенная палочка Линка действительно была легендарной палочкой высшей категории. Тем не менее, Мисс Амье в конечном счете не была волшебником и не могла быть уверена в волшебной палочке. Она передала палочку Аймонсу, сказав, волшебник, проверь, реально ли это. Аймонс был мастером-волшебником и, естественно, знал, что не нужно тщательно проверять, была ли палочка настоящей. Он кивнул головой, сказав, палочка настоящая. Кажется, он действительно не собирается больше сопротивляться. Так как это так, вы должны просто дать ему быструю смерть. Аймонс почувствовал жалость. По его мнению, поскольку противник уже выбросил все свои защиты, то его сдача раньше должна была быть правдой. Потерять такого потенциального мага для темных эльфов было пустой тратой. Однако Мисс Амье уже заявила, что Назама хочет жизни Линка. Аймонсу не стоило противостоять Назаме только ради одного мага. Если бы он это сделал, демоны, которые теперь были связаны с эльфами, немедленно обратились бы против них. Когда кто-то ехал на Тигре, было трудно сойти. Именно в такой ситуации теперь оказался Аймонс. Мисс Амье согласилась, пожав плечами. Она подошла к Линку. Затем, в 90 футах от Линк, она остановилась. Твоя волшебная марионетка слишком сильна. Прикажи ей самоуничтожиться. В Некрополе на юге она была свидетелем силы волшебных марионеток и знала, как трудно им было иметь дело. Нана, самоуничтожение, проинструктировала Линк, уставившись на Нану без всяких усилий. Поняла. Голос Наны был таким же чистым, как и раньше. Она вытащила последний кошмар своей главной рукой и пронзила себя через шею, разрезая половину белой плоти. Тело Наны рухнуло на землю, не двигаясь. Ее глаза закрылись, а меч упал на землю. Она выглядела так, как будто она действительно умерла. Ха, малыш, кажется, ты действительно готов умереть. Позволь мне дать тебе быструю смерть. Мисамье убрала кнут и вытащила кинжал из ножен на ноге. Кинжал излучал черную ауру. Мисамье осторожно шла к Линку, шаг за шагом. Линк стоял на месте, не двигаясь, с закрытыми глазами. Мана на его теле не показала признаков каких-либо колебаний. Казалось, он действительно готов к смерти. В хижине скинорс не мог понять, о чем думал Линк. Он думал, что Линк притворяется, что сдается, чтобы сеять раздор между эльфами и демонами, чтобы создать возможность для контратаки. Затем он бросил свою палочку, и Нана самоуничтожилась. Скинорс действительно не мог понять, что происходит. Действительно ли Лорд сдается? Скинорс не мог понять. В его сердце Линк был человеком, который сражался до последнего, даже если бы не было шансов. Мог ли он ошибаться? Кроме того, если Линк действительно собирался сдаться, почему он поручил скинорсу обязательно вернуть новости. В подвале Мелинда также могла слышать шум снаружи. Когда она услышала, что Линк собирается сдаться, она начала дрожать от страха. Позже, когда она услышала самоуничтожение Наны, она почувствовала, что теряет сознание. Это было действительно слишком страшно. В подвале было холодно и сыро. Рана на ноги не зажила. Она запаниковала и по-настоящему упала в обморок. В нескольких шагах черный кот Иладим также тайно наблюдал за ситуацией. Он был также смущен. Линк, ты действительно собираешься уйти вот так? А я подумал, что смогу посмотреть хорошее шоу. Он думал, что сможет посмотреть потрясающую битву. В итоге получилось вот так. Как скучно. Действительно скучно. Глава 349. Нисхождение бога грома Миссамье была хороша с кнутом, а также хорошо справлялась с кинжалом. Когда она шла к Линку, ее тонкая талия покачнулась, а грудь торчала. Кинжал в ее руке блестел так же, как ее улыбка. Линк, это совсем не больно, и я сделаю это за один раз. Линк все еще закрывал глаза и не двигался. Его уши были сосредоточены на действиях вокруг него, в то время как в своем видении он уже выбрал волшебную карту, обернутую морозно-белой молнией. Абсолютное значение – нисхождение бога грома. Заклинание закона молнии 10го уровня стоимость. 19500 очков маны описания. Собирает огромное количество маны, чтобы активировать смысл молнии. Заклинатель превратится в физическое воплощение молнии и грома, используя свою разрушительную силу в качестве оружия в течение 10 секунд. Примечание. Все заклинания под молнией и громом будут уничтожены. Линк выбрал это заклинание по двум причинам. Во-первых, это заклинание было легендарным заклинанием. Вместо того, чтобы быть простым, это было гибкое заклинание. Во-вторых, оно не стоило наименьшего количества маны среди наступательных заклинаний 10го уровня, но все равно было близко к тройке лидеров. Принимая во внимание его силу, оно было наиболее экономически эффективным. Когда Месамье находилась на расстоянии около 90 футов от него, Линк выбрал эту карту. Купить заклинание. Сто очков Амни были мгновенно потрачены. Карта засветилась, а затем разбилась на бесчисленные крошечные змей-молнии. Эти змеи извивались во всех направлениях и наконец исчезали в воздухе. В то же время, Линк почувствовал, как в его душе нарастает сила. Это было тонко, но с ощущением, что оно может разрушить все. На мгновение Линк почувствовал, что он был богом, стоящим среди облаков с мечом-молнией в руки. Он смотрел свысока на все организмы. Если бы он увидел кого-то, кто осмелился не подчиняться ему, он убил бы удар молнии, как божье наказание. Это была сила легендарного заклинания. Это было начало чего-то, что превзошло обычное. Смертельные заклинания требовали структуры маны и помощи палочки. Заклинания стихий требовали времени для сбора стихий. Легендарные заклинания не нуждались в этом. Для этого требовалось только понимание заклинателем законов, а также понимание и понимание мировой истины. Можно было мыслить ужасной силой и уничтожить небо Это не значит, что легендарные заклинания были проще. На самом деле они были невообразимо неясны. Процесс наложения заклинаний казался более простым, но только потому, что он превзошел ограничения мировых законов. Этот процесс был уже невероятно сложным. Только горстка миллиардов организмов в мире за всю историю достигла такого успеха. У Линд был еще один особый момент. В игре он был легендарным магом с богатым опытом в сотворении легендарных заклинаний. Таким образом, он мог прекрасно контролировать нисхождение бога грома в этот момент. После получения этого заклинания у Линка осталось 400 очков амни. Недолго думая, он приложил все усилия, чтобы максимально увеличить свою ману. Теперь его верхний предел маны стал 24 500, а у него было 23 500 очков маны. Для человека это была ужасающая сила. Теперь Мисамье была в 60 футах. По какой-то причине Аймон сначала чувствовать себя неуверенно. «Хватит тратить время», — призвал он. «Быстро покончи с ним». Платший ангел также сказал. «Скорее. У меня кончается мана». Мисамье надулось. «Отлично. Покончить с гением-волшебником — это большое дело. Я просто хотела сделать это все формально. Как только она закончила говорить, глаза Линка открылись. Его глаза больше не были черными. Вместо этого они были белыми, как снег. Вокруг его зрачков мелькали и трескались нити серо-белой молнии. Мгновение спустя молния распространилась от глаз Линка на все его тело, прежде чем попасть в окружающий воздух. Странно, молния не распространялась очень быстро. Каждый мог ясно видеть весь процесс. Но хотя они ясно видели это, они просто не могли среагировать. Как будто в тот момент само время было искажено какой-то таинственной силой. «Нет, это заклинание закона». Аймон скрикнул первым. Он сразу все понял. В дополнение к богатому знанию магии, он также схватил темного змея. С помощью божественного оружия его мировоззрение значительно расширилось. «Мисамье, отступай!» Также закричал падший ангел. «Мисамье» тоже не была безобидной. В бездне у нее была легендарная сила, и теперь она была только на вершине 9го уровня из-за ограничений законов Феррумана. Видя эту ситуацию, ее первой мыслью было поспешить с атакой. Однако эта идея была мгновенно погашена. Линк был слишком быстр, и «Мисамье» сразу поняла, что у нее не было шансов. Таким образом, она пошла в оборону. Она так безумно излила всю свою силу, что в одно мгновение почувствовала, что ее тело начинает ослабевать и увядать. Теперь она не могла беспокоиться об этом. С ее талантом родословной вся сила взлетела в ее крылья. Она обернула крылья вокруг себя, образуя темно-красный круглый щит. В тот момент, когда щит был создан, раздался удар молнии. Морозная белая молния обернулась вокруг Линка. Его тело, глаза, нос, губы и кожа были похожи на снег. В этот момент он был практически воплощением молнии. Ах! Он открыл рот и зарычал. Протянувшись, сила бросилась из его рук. Молния пронеслась по небу и разразилась взрывным звуком, наполнившим воздух. Мир озарился вспышкой. Бум! Молния ударила «Мисамье» по карминовой крепости. Бум! «Мисамье» резко отлетела назад. В воздухе ее тело утратило равновесие от молнии, и вокруг нее разбился кровавый щит. Ее крылья были сожжены. Как сломанный воздушный змей, она упала на землю и замерла. Облако черного дыма поднялось над ее телом. Воздух был наполнен едким запахом плазмы. Темный змей. Аймонс не заботился о «Мисамье». Он отреагировал, немедленно превратив темного змея в длинный кнут. Линк это заметил. Он сжал левую руку, и молния бросилась на темного змея. Сила безудержно бросилась в тело Линка, изливаясь без всяких ограничений. Эта свобода чувствовалась так хорошо, Линк не мог не взреветь снова. Когда он взревел, из его рта вырвалась молния. Он был воплощением молнии и грома. Молния шириной более трех футов столкнулась с темным змеем. Легендарные заклинания и божественные оружия снова столкнулись напрямую. Вжух. Власть взорвалась, и молния разлетелась во все стороны. Кольцо ударных волн излучалось во все стороны. Крылатые ревуны в воздухе были поражены этой силой и упали как мертвые птицы. Окружающие деревья были поражены этой силой и мгновенно упали в лучистую форму. Те, кто лежал на земле, Нана, Месомье, Скинорс, скрывающиеся в хижине, и сама комната, все было поднято на воздух. В этот момент все горы в радиусе 300 футов превратились в руины. В бесконечном хаосе черная кошка, спрятанная среди деревьев, была застигнута врасплох. Он был сбит упавшим деревом, и пока он был ошеломлен, другое дерево упало, впечатав его в землю. Мяу! Страшный крик вырвался из его пасти. Раздавленный деревом, черный кот оттолкнулся своими конечностями, а его хвост выпрямился. Затем он перестал двигаться. Кровь собралась вокруг его тела. Он был мертв? Никто не думал об этом в данный момент. Аймонс безумно рассмеялся. Линк, даже твой талант не читать темному змею. Секунды тикали. Змеиный кнут собирался победить абсолютное значение грома Линка. Кажется, ему было все равно. Он протянул руку и снова заревел. Еще одна молния вылетела, ударив упавшего ангела, запечатав пространство с рунами на расстоянии 300 футов. Падший ангел был только на вершине 8го уровня. Как он мог бороться с легендарной силой? Молния обрушилась на него, и он упал на колени. Затем он врезался в землю, все его тело обмякло. Он был сожжен молнией. Пытаешься сбежать? Аймон сразу понял, что планировал Линк, и увеличил силу божественного оружия. Он не верил, что другие осмелились использовать взрывное заклинание, чтобы сбежать во время такой интенсивной битвы. Даже если он не испортит заклинание, хаотические законы на данный момент могут запутать его в космосе. Бум! Божественное оружие и молния все еще сражались. Божественное оружие уже отбросил молнию на 3 фута от Линка. Судя по всему, Линк не мог долго держаться. Со своей физической силой мага он умрет, как только его молниеносное заклинание будет побеждено и темный змей поразит его. Там не было возможности выживания. Ты мертв, Линк, ты уже мертв. У тебя совсем нет надежды. Голос Аймонса был на грани безумия. Теперь ему действительно нужно победить этого пугающего мага. Он не мог дать человеку возможности вздохнуть. Он был напуган, что маг мог придумать заклинание, чтобы переломить ситуацию. Он был напуган этим волшебником. Он был напуган, поэтому он должен уничтожить Линка. Умри! Умри! В этот момент Линк был единственной целью в глазах Аймонса. Он не видел, что бледная рука вытянулась из руин на близком расстоянии. Рука отодвинула гальку и сорняки. Затем девушка с хвостиком и большими ясными глазами вылезла из руин. Это была Нана. Рана на ее шее полностью исчезла, а кожа была безупречной, как будто она никогда не пострадала. Это был эффект сущности жизни Красного Дракона. Она встала. Увидев Аймонса, она тихо достала кинжал. Остановки. Глава 350. Цена безрассудства в лесу. Бум! Бум! Взрывы звучали один за другим, когда молния вспыхнула и взорвалась во всех направлениях. Легендарное магическое заклинание Линка постоянно сталкивалось с божественным оружием. Темный змей был уже в нескольких футах от Линка. В этот момент уже прошло 15 секунд. Оставалось всего 5 секунд до того, как закончилось легендарное заклинание Линка. После этого у Линка не будет способа справиться с темной змеей. Однако то, что волновало Аймонса, было то, что он заметил, что выражение лица Линка не изменилось с того времени. После убийства падшего ангела Линк постоянно атаковал врагов одной рукой, блокируя атаки темного змея другой. Бум! Крылатые ревуны, сбитые с неба, просто не имели шансов взлететь обратно. Любой демон, который находился в пределах 450 футов от Линка, был бы засыпан молниями. Сила молнии была просто невероятной. Даже демоны 8го уровня не имели никаких шансов против этого, и каждый из крылатых ревунов, который был поражен, в конечном итоге сгорел до кучи пепла. Вскоре только 10 крылатых ревунов остались от первоначальных 50, которые пришли, и никто из них не осмелился приблизиться. Они держались на расстоянии от Линка, боясь, что их тоже ударит молния. К несчастью для Линка, когда Месамье удалось сбежать, она приземлилась за большим камнем, где ее вывезло из зоны поражения Линка другой крылатый ревун. «Линк, ты заплатишь за это безрассудство», — рявкнул Аймонс. Выступая против божественного оружия и осмеливаясь разделить свое внимание на несколько целей, Линк действительно был очень безрассудным. Аймонс увеличил силу божественного оружия. В одно мгновение кнут темной змеи приблизился примерно на один фут и был всего в двух футах от Линка. Похоже, он собирался прорваться сквозь его защиту и поразить его тело. Если бы он ударил, даже если бы он только слегка поцарапал тело Линка, он был бы немедленно убит, его тело распалось, а душа рассеялась. Аймонсу просто нужен был еще один толчок, чтобы добиться успеха. Однако именно в этот момент он заметил силуэт краем глаза. В тот момент, когда эта фигура появилась, его сердце сжалось, и в нем нахлынуло чувство огромной опасности. Он не осмелился тратить время на размышления и тут же убрал темного змея, уклоняясь в сторону. Вжух. Внезапный удар ударил в воздух. Реакция Аймонса была действительно быстрой. Видя свой шанс, он немедленно активировал защиту божественного оружия. Вжух. Его тело было окружено темным светящимся барьером. Почти в тот же момент, когда барьер материализовался, Аймонс ясно увидел фигуру. Это была волшебная марионетка Линка, Нана. Нана держала в руки кинжал и вонзала его в барьер. Аймонс боялся, что барьер, созданный божественным оружием, на самом деле не мог блокировать кинжал. Дюйм за дюймом кинжал врезался ему в лоб. Аймонс не мог понять, что происходит. Разве темный змей не был божественным оружием? Ранее, когда он был заблокирован легендарным магическим заклинанием Линка, он мог поверить, что это было ограничение божественного оружия по законам мира Феррумана. Тем не менее, что происходит сейчас? Если обычный кинжал мог пробить защиту божественного оружия, разве это не означало, что волшебная марионетка была необычайно сильной? Наблюдая за тем, как кинжал приближается к его голове, Аймонс больше не смел колебаться. Он немедленно направил темного змея на Нану. Бум, бум, темный змей был заблокирован. Это была молния Линка. Молния разветвлялась, вспыхивая в воздухе и образуя сеть молнии разрушений. Под атакой молниеносной паутины скорость атаки темного змея резко снизилась. При такой скорости кинжал ударит по его лбу раньше, чем он сможет отреагировать. Даже с божественным оружием этот маг побеждает меня? Аймонс не мог в это поверить. Однако перед лицом неизбежной опасности у него не было выбора. Не осмеливаясь сдерживаться, он активировал заклинание телепортации, питаемое божественным оружием. Его тело было окружено белым светом. Ранее, когда Аусилия управляла божественным оружием, она могла использовать только его экстремальную скорость и барьерные способности. В руках Аймона, божественное оружие мог показать еще большую силу в атаке и защите. Кроме того, это заклинание телепортации может достигать дальности до 25 мили, может быть активировано мгновенно. Это было по сути невозможно остановить. В следующие мгновения Аймонс исчез. Когда он исчез, остался голос, который сказал. Линк, не будь счастлив слишком быстро. Скоро ты испытаешь истинную силу божественного оружия. После того, как голос исчез, легендарное магическое заклинание Линка также подошло к концу. Молния, вспыхивающая на его теле, тоже потускнела. Тем временем, одеяние его контролера пламени разорвалось и растрепалось, как старый кусок тряпки. Его глаза были темными. У него оставалось только 4000 очков маны, и он чувствовал, как его голова раскалывается, как будто кто-то бил его молотком по голове. Было так больно, что Линк не мог сосредоточиться, чтобы разыграть какое-либо заклинание. Линк инстинктивно знал, что это слабость, вызванная перенапряжением. В своей прошлой жизни, играя в игру, Линк тщательно обучил своего персонажа легендарной магии. Каждый раз, когда он поднимал уровень, он не только повышал свою магию, но также повышал прочность своего тела. Это было похоже на то, как персонажи в игре увеличивали свое здоровье. Однако сейчас, на самом деле, его тело было чуть сильнее обычного человека. Оно было примерно того же уровня, что и война Динго уровня. С таким телом у него не было возможности противостоять силе молнии. Если бы не мана, защищающая его тело, он бы давно сгорел дотла. Что-то мелькнуло в его видении. Линк прищурился, чтобы посмотреть. Это было системное уведомление. Игрок принудительно активировал легендарное магическое заклинание и теперь находится в состоянии слабости души. Этот статус будет действовать в течение 720 часов. При этом статусе способность игрока разыгрывать заклинание резко снижается. Линк потерял дар речи. Ранее, когда он купил легендарное заклинание, об этом не говорилось. Этот неожиданный побочный эффект был действительно опасным. Он не мог не проклясть в своем сердце. Хорошо, что Аймонс ушел. Если бы он остался еще на несколько секунд, это было бы очень хлопотно. Оглядываясь вокруг, вокруг было еще 10 крылатых ревунов. Хотя сейчас Линк выглядел крайне слабым, никто из них не осмеливался приблизиться к нему, вместо этого предпочитая наблюдать издали. Эти демоны определенно создали бы проблему, как только поняли, что Линк был в ослабленном состоянии. Среди этих демонов шестеро были уровня семь, и пять были уровня восемь. Это была огромная сила, с которой Нана явно не могла справиться одна. Линк обернулся, чтобы посмотреть на разрушенную хижину. Он чувствовал ауру Мелинды, которая, хотя и была слабой, все еще была там. Скинорс, однако, исчез. Рядом он мог видеть следы, где Скинорс крался во время всего хаоса. Скинорс использовал хаос, чтобы скрыться. Это заставило Линка почувствовать облегчение. Прямо сейчас он должен был привлечь внимание крылатого ревуна, чтобы отвлечь их от Скинорса, давая Скинорсу достаточно времени, чтобы безопасно сбежать. Линк глубоко вздохнул, пытаясь подавить тот дискомфорт, который чувствовал. Шаг за шагом он шел к Соловью. Жеребец был взорван ударной волной от столкновения ранее. К счастью, он не был поврежден, а только рухнул на землю. Линк пошатнулся, не обращая внимания на головокружительную боль, отправляя Ману в Соловья. Однако состояние Линка оказалось намного хуже, чем он ожидал. Просто простой акт отправки Маны заставил его голову расколоться и его видение почернело. Он почти упал в обморок. После того, как Линк ввел Ману, Соловей начал двигаться. Он поднялся до стоячей позиции. Линк воспользовался возможностью, чтобы сесть на седло. Управляя Соловьем, Линк повернулся к Месомье. Ему нужно было убить этого могущественного демона. Нана держалась рядом с ним, и кинжал. Точка остановки крепко лежал в ее руке. Наблюдая за его приближением, крылатые ревуны, окружавшие Месомье, немедленно рассеялись, взлетев в воздух. Они были в ужасе от Линка. Месомье неподвижно лежала на полу. Однако она была явно не мертва. Линк могла чувствовать ее дыхание и заметил, что она все еще крепко держится за палочку пылающего гнева небес. В 30 футах от Месомье Линк остановил Соловья. Затем, прикусив губу, он решительно использовал заклинание рука волшебника, чтобы вырвать палочку пылающего гнева небес из руки Месомье. Забрав палочку, Линк проинструктировал Нану. Убей ее. Нана пошла вперед, готовясь к атаке. Внезапно крылатые ревуны начали двигаться, казалось, готовые встать, чтобы защитить Месомье. Сердце Линка сжалось, но лицо оставалось спокойным. Выпрямив спину, сохраняя серьезное выражение, он холодно посмотрел на крылатых ревунов, ухмыляясь. Вам мало моей молнии? Крылатые ревуны сразу же начали отступать. Нана воспользовалась возможностью, чтобы приблизиться к Месомье, планируя отрезать ей голову. Зинь. Атака Наны была внезапно заблокирована Месомье. Месомье зажала в руки маленький кинжал и сумела блокировать атаку Наны. Каким-то образом ей удалось избежать попадания острого края кинжала. Точка остановки. Чтобы блокировать эту атаку, она приложила все оставшиеся силы. В настоящее время ее тело, полностью одетое в черное, дрожало. Тем не менее, эксперт уровня 9 не был слабым. Даже когда Нана атаковала второй раз, ее атака была снова заблокирована Месомье. Он сейчас очень слаб. Не тратьте время, нападите и убейте его. Месомье взвизгнула. Линк сжал зубы и сказал. Пошли. С этими словами он вылил еще больше маны в Соловья. Вжух. Соловей взорвался, устремляясь на юг. Нана не села на лошадь, но бежала рядом с Соловьем. Когда поймаете его, немедленно убейте. Не позволяя ему снова бежать, сказала Месомье. Однако, услышав ее указания, крылатые ревоны не пошевелились. Они посмотрели друг на друга, колеблись. Этот маг слишком хитрый. Ранее ему даже удавалось обмануть Месомье. Если ему еще предстоит сыграть какие-то трюки, тогда то, что похоже на побег, вместо этого может быть попыткой разделить их. Исходя из скорости противника, разве они не будут измотаны до смерти? Кроме того, Линка сопровождала Нана. Раньше она почти убила Айманса. Месомье это не удивило. Она снова закричала. Это приказ повелителя Голубин. Тот, кто убьет его, будет очень вознагражден. Любой, кто осмелится отступить, будет известен господину, и они могут просто ждать своего наказания. Немного посмотрев друг на друга, крылатые ревоны решили преследовать Линка. Месомье лежала на земле еще полминуты, восстанавливая силы. Затем она медленно подползла, направляясь в направлении Линка. Сначала она изо всех сил пыталась идти. Через минуту ей удалось медленно бежать трусцой. Через две минуты она начала бегать быстрее, демонстрируя силу эксперта шесть уровня. Скорость ее восстановления была действительно впечатляющей. Конечно, это было только на поверхности. Сама Месомье знала, что с ее травмами бег не будет большой проблемой, но для восстановления ее боевой силы потребуется как минимум пять дней. Тем не менее, хотя она была слабой, ее противник был определенно слабее ее. Линк, на этот раз твоя жизнь будет моей. Глава 351. Я пойду, спасу его. Все крылатые ревоны и Месомье преследовали Линка. Руины хижины внезапно стихли. Место было тихо, как смерть, пока через часть не засвистела одна нерешительная птица. Прозвучал треск дерева. Деревянная доска в руинах внезапно раскололась, и протянулась грязная маленькая рука. Шум напугал птицу, которая думала, что все кончено. Она испуганно улетела во свояси. Маленькая рука потянулась из-за доски и зацепилась за что-то. После толчка в доске появилось небольшое отверстие. Сразу после этого показалась дула мушкета. Через некоторое время из дыры вылезла маленькая девочка. Ее волосы и лицо были испачканы грязью. Ее нога, казалось, тоже болела, и ей пришлось хромать. Мелинда, женщина и бба, пряталась в подвале. Все окружение было разрушено, и все деревья попадали. Дым поднялся из грязи, и тела демонов были как обожженная гарь. Воздух был наполнен едким запахом. Мелинда была шокирована. Что здесь случилось? Где Мастер Линк? Где Скинорс? Где Нана? Прежде чем она потеряла сознание, она услышала, как Мастер Линк выбрал смерть и приказал Нане покончить с собой, но кроме мертвых демонов, все остальные исчезли. Мелинда обошла руины, пытаясь найти какие-то подсказки, но безрезультатно. В оцепенении она вдруг услышала слабое мяу. Мяу звук был быстрым и слабым, и он произошел из-под упавшего дерева на расстоянии более 60 футов. Испуганная Мелинда присела на корточке и подняла мушкет. Она осторожно посмотрела из стороны в сторону. Мяу снова этот звук. На этот раз Мелинда услышала его ясно. Она робко подошла к источнику. Минуту спустя она увидела жалкого черного кота, загнанного в ловушку под деревом. Под деревом была прочная каменная плита и крошечная трещина, которая спасла кошку. Несмотря на это, она все еще выглядела печально. Блестящий темно-голубоватый мех теперь выглядел грязным от крови. Две задние лапы превратились в кашу, и только кровавый кусок кожи все еще связывал их с телом. Кошка закрыла глаза раньше, но теперь приоткрыла их. Увидев Мелинду, радость промелькнула у нее перед глазами. Она тихо мяукнула, казавшись крайне жалкой. Мелинда поднесла дуло мушкета к голове черного кота. Она не была глупой. Они могли бы безопасно сбежать, но были вынуждены оказаться в этой ситуации из-за этого ужасного черного кота. Она собиралась убить эту милую, но демоническую сволочь. Мелинда, не стреляй. Мне есть, что сказать тебе. Голос черной кошки был очень слабым. Что ты хочешь сказать, предатель, демон, ублюдок? Мастер Линк так хорошо к тебе относился. Мелинда закричала, хотя она все еще не нажала на курок. Если ты меня спасешь, я могу дать тебе силу, чтобы захватить целый мир, тихо сказал кот. Но как только он закончил, Мелинда рассмеялась. Ты говоришь про силу, но ты даже не можешь спасти самого себя. Умри, лжец. Она действительно решительно нажала на курок. С глухим стуком выстрелила пуля. Однако она попала в грязь. Черная кошка откинула голову в последний момент и избежала смертельного попадания. Он не умрет, если его физическое тело будет разрушено, но все равно будет страдать, как блуждающая душа. Его душа все еще будет заключена в тюрьму, и она даже не сможет покинуть это тело. Он мог только наблюдать, как тело разложилось бы и сгнило. Он уже испытал эту отвратительную вещь 300 лет назад и не хотел делать это снова. Уклонившись от пули, он был совершенно ошарашен. Он сразу понял, что нелегко обмануть эту женщину. Не стреляй, не стреляй, закричал он. Мастер Линк сейчас в опасности. Его преследуют демоны, и только я могу спасти его. Мелинда замолчала. Окружающие руины и мертвые демоны заставили ее поверить в черного кота. После того, как она потеряла сознание, Мастер Линк определенно атаковал и сбежал после убийства части демонов. Это объясняло, почему здесь не было трупа Скинерса и других. Они были, вероятно, в порядке. Мастер Линк снова их спас. Но хотя Мастер Линк был могущественным, он все еще был смертным, и его сила была ограничена. Здесь так много демонов, что он сейчас в опасности. В этот момент Мелинда подумала об отношении Линка к ней, о том, как он утешил ее, когда она плакала, и о его мягкости, когда он позаботился о ее ране. Несмотря на то, что она была обузой, Линк никогда не оставлял ее, даже в самые опасные моменты. Он даже не задумывался об этом. Но теперь он был в опасности. Мелинда вдруг почувствовала, что ей больше не страшно. В ней выросла решительность. Она должна пойти помочь ему, спасти его, даже если это означало отказаться от своей жизни. Полгода назад она была обычной девушкой из расы Ибба. Теперь она была солдатом, мушкетером. Выражение ее лица стало решительным. Указав мушкет на голову черного кота, она неосмотрительно уставилась на него и угрожающе сказала. Мелочь, я спасу тебя. Черная кошка почувствовала облегчение. Сначала убери это дерево. Оно немного тяжелое. Ты можешь поднять его? Конечно. Мы, Иббы, лучше всех используем наш мозг. Мелинда нашла деревянную палку и принесла большой камень. Она положила палку на камень и загнала палку под дерево. Она надавила на палку, и дерево немного сдвинулось с места. Черный кот вскрикнул немедленно. Ах, легче, легче. У меня болит нога. Я надеюсь, ты умрешь от боли. Мелинда продолжала кричать, не заботись о кошке. В конце концов, она была солдатом и отвечала основным физическим требованиям. Ее сила была равна человеческому воину уровня 0. Использование деревянной палки в качестве рычага для перемещения дерева шириной 30 сантиметров не было проблемой. Десять минут спустя Мелинда вывела полуживого кота с дерева. Спасибо, что спасла меня. Ах, моя нога, ты такая жестокая. Первое предложение кота было в благодарности, а второе стало мучительным воем. Причиной было не что иное, как тот факт, что Мелинда отрезала его сломанные лапы. Тебе нравится убегать? Да. Посмотрим, как ты теперь побежишь. Бросила Мелинда. Затем она нашла тряпку и завернула в нее кошку. Отрезать его лапы было недостаточно. Его зубы тоже были оружием и должны быть удалены. Мелинда открыла кошачий рот и достала кинжал. Нет, не делай этого. Мне нужно, сказал черный кот, продолжая сопротивляться. Мелинда проигнорировала его крики и вырвала все четыре клыка, прежде чем почувствовать себя уверенной. Я не доверяю тебе, котенок. С этого момента я буду выдергивать еще один зуб каждый раз, когда ты смеешь мне врать. Когда все твои зубы исчезнут, я выколю твои глаза. Когда твои глаза исчезнут, я отрежу тебе нос и уши. Мелинда громко угрожала ему. Она смотрела на кошку своими большими глазами и махала кинжалом. Рот черной кошки был наполнен кровью. Он слабо сказал. Смертная, я сдаюсь. Теперь он был действительно в печальном состоянии. Линк был неприятен, но, по крайней мере, он был логичным и никогда не использовал бы силу. Эта девушка, с другой стороны, выглядела мило, но даже не колебалась, когда делала что-то подобное. Она была ужасна. У него не было ног, зубы были вырваны, и он был серьезно ранен. Даже если он восстановил некоторую силу, какая польза от этого, если его тело было сломлено? Мелинда явно не заботилась о его мнении. Она убрала свой кинжал, подняла свой волшебный мушкет и встала. Хорошо, куда я должна идти? Черная кошка закрыла глаза, чтобы собраться, и слабо указала направление туда. Они пошли этим путем. Мелинда побежала в этом направлении без колебаний. Линку не хватало маны. Статуя соловья начала уменьшаться и складываться. Он также слез соловья. Нана бросилась и поймала его. Потом она также поймала статую и передала Линку. Линку брал его в свою пространственную сумку. Мастер, я понесу тебя, сказала Нана. Кивнув, Линк закрыл глаза. Перенося головную боль, он тихо сказал. Все преследователи, крылатые ревуны. У этих высокоуровневых демонов есть один недостаток. Им нравятся пикирующие атаки. Если они не попадают в цель каждый раз, они будут уязвимы после внезапной остановки на высокой скорости. Это лучшее время для атаки. Я поняла, сказала Нана. Она очень быстро бегала, со скоростью более 650 футов в секунду. Эта скорость была равна крылатым ревунам. Сидя на ее спине, Линк чувствовал только то, что все его тело было чрезвычайно воспалено, и что его голова вот-вот расколется. Казалось, что он вот-вот умрет. Нана бежала, не осознавая, что Линк почувствовал сонливость и потерял сознание. В этом ошеломленном состоянии он смутно чувствовал странное теплое течение, появляющееся в его теле. Это началось в его животе и текло через все его тело прежде, чем наконец возвратиться к его нижней части живота. После этого цикла Линк почувствовал, что ему гораздо комфортнее. Интенсивная мигрень также уменьшилась. Еще цикл. Еще один цикл, подумал Линк в ожидании. Теплое течение не разочаровало его. Оно пришло во второй раз, и третий, и четвертый. Казалось, готов продолжать вечно. Линк чувствовал, что его тело восстанавливается. Что это за сила? Помогает игровая система? Но в моем видении не было никаких сообщений. Это странно. Глава 352. Тихий зов мастер, впереди странная гора, она дымится, сказала Нана на бегу. Линк все еще был не в своей тарелке, но под влиянием теплого чувства, пробежавшего по его телу. Он начал чувствовать себя намного лучше. Услышав, что сказала Нана, он заставил себя открыть глаза, чтобы посмотреть на гору. В настоящее время они были окружены равниной с травой около половины человеческого роста в высоту. Далеко перед ними лежал город, а прямо перед ними был лес с редкими деревьями. Лес простирался до половины склонов горы. Идя дальше, больше не было деревьев, только трава, мох и камни. Еще дальше трава исчезла. Остались только черные камни. За ней был пик горы и, как сказала Нана, с вершины исходил столб дыма. Это был действительно уникальный пейзаж, и Линк сразу узнал это место. Это активный вулкан. Мы достигли центральных районов королевства Нортон. Этот вулкан называется Вулкан Аззара, и он извергается раз в 10 лет. На его вершине лавовая яма с горячей магмой внутри. Вот почему он постоянно испускает дым. Ой, Нана выглядела очень заинтересованной. Тем не менее, в настоящее время их преследуют летающие демоны, и подъем на холм может привести к потере скорости. Она приготовилась кружить вокруг горы. Не кружи вокруг него. Просто иди прямо вверх. По пути вверх есть дыры магмы. Мы будем использовать их, чтобы стряхнуть врага с хвоста, сказал Линк. Он был очень хорошо знаком со сложной сетью туннелей внутри вулкана. В игре был дубликат начального уровня горы Аззара. В своей прошлой жизни Линк исследовал его более 200 раз и был настолько знаком с путями, что мог закрыть глаза и пройти по нему, не теряясь. Это было определенно лучшее место, чтобы избавиться от преследователей. Избавление от преследователей было одной из причин. На самом деле было что-то еще, чего Линк желал от этого места. Когда он впервые увидел гору, он подумал о высоких температурах лавы внутри нее. По какой-то причине он почувствовал, что должен пойти и посмотреть, как будто что-то его туда зовет. Это было очень странное чувство, и, как маг, эмоции Линка были обычно спокойными и контролируемыми. За исключением волнения, возникающего при изучении новых заклинаний, его сердце всегда было таким же холодным и спокойным, как стоячая вода. Это чувство, которое внезапно возникло в его сердце, было очень необычным и, несмотря на отсутствие объяснения, Линк решил довериться этому чувству. Во всяком случае, не было никакого вреда при взгляде на лаву. Изначально Нане все равно хотелось отправиться туда, поэтому, как только Линк приказал ей подняться на гору, она продолжила идти по прямой, ведущей в гору. Крылатые ревуны были уже на расстоянии менее 1500 футов. Хотя обе стороны шли примерно с одинаковой скоростью, Нана была ограничена географией Земли и также должна была принять во внимание безопасность Линка. Постепенно демоны догоняли их. В этот момент демоны заметили, что Нана направляется к вершине горы. Они громко смеялись. Давай, братья, мы окружим их. Подъем на холм определенно займет больше времени и заставит Нану замедлиться. Кроме того, они должны были идти по извилистой дорожке. По сравнению с ней демоны могли летать, поэтому горная местность для них определенно не была проблемой. Они легко догонят с такой скоростью. Когда Нана подвела Линка к склону горы, демоны уже достигли 600 футов и быстро настигали их. Слева, примерно в 600 футах, ты видишь эту серую скалу? Линк указал. Нана кивнула. Мчись прямо туда. Через 2 секунды Нана обошла многочисленные горные скалы, чтобы добраться до места, на которые указал Линк. К этому времени крылатые ревуны были уже на 300 футов ближе. Обойди заднюю часть этого камня. Там есть плоский кусок стены. Видишь, ударь его так сильно, как только сможешь. Линк проинструктировал ее. Нана пнула его ногой. Бум. Стена рухнула, открывая зияющий широкий туннель. Она бросилась в пещеру. Линк наложил заклинание света 0го уровня, чтобы осветить путь, максимально экономя свою ману. Именно это магическое заклинание начального уровня ранило голову Линка. Если бы не игровая система, дающая ему уведомление об ослабленном состоянии души, он бы подумал, что его мана исчезла навсегда. В тот момент, когда они вошли в пещеру, крылатые ревуны прибыли к входу в туннель. В общей сложности за пещерой высотой 6 футов собралось 11 демонов. Они посмотрели друг на друга. Этот маг ведет себя как мышь. Почему он всегда бежит в пещеры? Они, будучи ростом 12 футов, не могли войти в эту пещеру. Туннель на самом деле не такой маленький. Мы могли бы пробить вход и войти. Что более важно, как они узнали, что здесь есть пещера? Один из демонов задумался, должно быть, они были здесь раньше и очень хорошо знакомы с этим местом. В этом случае, если мы войдем, у нас определенно будут проблемы. Тогда что мы будем делать? Давайте подождем командира. Поэтому группа демонов ждала Мисамье. Крылья Мисамье были сломаны Линком. Ей пришлось идти пешком, и ее скорость была намного ниже. Демоны ждали больше часа, прежде чем наконец прибыла Мисамье. Что вы делаете? Где маг? Один демон указал на вход в туннель. Они внутри. Они хорошо знают это место. У нас не было другого выбора, кроме как ждать ваших приказов. В этот момент Мисамье восстановила свою боевую силу. Она подошла к входу в пещеру, чтобы все проверить. Глядя на темный туннель, она прикусила губу. Сейчас он чрезвычайно слаб, и единственное, что нам нужно остерегаться, это его марионетку. Независимо от того, насколько сильна марионетка, она там одна. Мы просто последуем за ними. Если они упустят такой шанс, то как только Линк восстановится, им, возможно, придется столкнуться с волшебником легендарного уровня. Услышав ее приказы, крылатые ревуны посмотрели друг на друга. Затем один из них подошел и пробил каменную стену. Бум. В одно мгновение вход в туннель расширился до 24 футов в высоту и 15 футов в ширину. Так намного лучше. Один крылатый ревун сказал. Он волновался, что пространство будет слишком узким, и что его противники будут использовать их маленький размер, чтобы скрывать и проводить скрытую атаку. Он даже не знал, как он умер. Видя, что пространство было широким, он мог использовать свой размер и силу своего тела и меньше боялся. Идем, идем, приказала Миссамье. Крылатые ревуны выстроились в ряд и вошли в туннель. Через 150 футов демон впереди сказал. Командир, впереди развилка. Вы можете чувствовать запах, куда они ушли? Миссамье спросила. Через некоторое время демон ответил. С обеих сторон пахнет людьми. Кроме того, этот туннель открыт, и ветер проникает насквозь. Нет никакого способа узнать, каким путем они прошли. Ну, у нас здесь 12 человек, включая меня. Это по 6 на сторону. Мы разделимся и будем искать, сказала Миссамье после некоторого раздумья. Среди демонов 6 были уровня 7, и 5 были уровня 8. После их разделения на одной стороне находились 4 демона 8го уровня и 2 демона 7го уровня, а с другой 1 демон 8го уровня и 4 демона 7го уровня. Боевая сила обеих команд была одинаковой. Хорошо, пошли. Если ты что-нибудь найдешь, немедленно позови. Мы прибежим. Понял, командир. Две команды демонов вошли в левый и правый туннели соответственно. Примерно через 300 футов демон в ведущей позиции снова крикнул раздраженно. Командир. На дороге еще одна развилка. На этот раз три пути. Миссамье вышла вперед, чтобы взглянуть. Впереди была широкая камера с четырьмя дорожками, ведущими в нее. Один из этих путей был тем, по которому они в настоящее время шли, а остальные три пути вели глубже в гору. Из каждого туннеля пахло серой, а также запахом людей. Прямо сейчас у них было всего 6 человек. Если бы они разделились на три команды, как раньше, они не смогли бы справиться со скрытой атакой волшебной марионетки. Это чертова дыра. Миссамье выругалась. Подумав на мгновение, она сказала другому демону 8го уровня. Мы возьмем двух демонов каждый и выберем два маршрута. Ты берешь тот, а я возьму этот. Не забудьте оставить по пути следы. Кричи, если найдешь. Миссамье раньше сражался с Наной. Она знала, что Нана обладает силой воина 8го уровня, поэтому с демоном 8го уровня в команде, даже если они не смогут победить Нану, они могут задержать ее, пока она не прибыла. Хорошо, у демона были некоторые возражения, но у него не было выбора. Обе команды прошли в свои туннели. За пределами туннеля появилась маленькая фигура. Это была Мелинда. Она несла пушку размером с человека. К ее талии была прикреплена сумка с черной кошкой внутри. В данный момент она изо всех сил пыталась подняться на большую скалу. Куда они делись? Мелинда вытерла под солба. Проехав весь путь сюда, она была по-настоящему измотана. Рана на ее ноге также болела и, казалось, открывалась, и из нее виднелась кровь. Однако ей было все равно. Ее интересовало только одно. Спасти Линка. Если бы она могла, она не против пожертвовать своей душой, чтобы сделать это. Впереди. Смотри. Впереди туннель. Иди туда. Но ты должна быть осторожна. Демоны тоже вошли в туннель, сказал Черный Кот. Из-за того, что у него были сломаны зубы, речь Черной кошки была неясной. Его рот был весь в крови, а шерсть на голове тоже была мятой и грязной. Все это выглядело несколько жалко. Прямо сейчас у него была только одна мысль, и это было найти Линка. Как только он найдет Линка, он быстро покинет эту сумасшедшую женщину и вернется к нему. Хотя методы Линка были жесткими, он был готов договориться с кошкой, в отличие от женщины. Глава 353. Давай умрем вместе. Мрачная пещера. Крылатый ревун 7го уровня внезапно затрясся и рухнул. Глаза закатились к задней части его черепа. Он несколько раз потрясся, а затем умер. В задней части его головы была дыра размером с кулак. Из него текла серебряная жидкость, священное серебро. За ним маленькая фигура спряталась в темноте, как призрак. Это была Нана. Черт возьми, я сказал будь осторожен, когда ты поворачиваешь за угол. Будь осторожен. Этим идиотам просто все равно выругался крылатый ревун 8го уровня. Когда враг совершил скрытную атаку, он ясно почувствовал признаки этого. К сожалению, он был в самом начале строя и не мог вовремя развернуться. К тому времени, как он это сделал, Нана уже ударила и отступила. Начальник, что нам теперь делать? Оставался еще один крылатый ревун уровня 7. Он трясся от испуга. В группе осталось только двое. Если враг нападет снова, в этот раз он будет убит. Крылатый ревун 8го уровня некоторое время размышлял. Он тоже был напуган. Это было странное место, соединенное во всех направлениях, и противник, казалось, был действительно знаком с тоннелями. Скоро их забьют насмерть. Давайте выберемся из пещеры. Нахуй миссию и нахуй этого мага. Он хотел остаться в живых. Два крылатых ревуна отступили по первоначальному пути. К счастью, они расставили следы по пути. В противном случае они, вероятно, потерялись бы при отступлении. Пройдя по запутанным тропинкам примерно на 1000 футов, появился еще один поворот. Это было не так, как раньше. Это было более просторно, без многих мест, чтобы спрятаться. Я пойду вперед, а ты следуй. Будь осторожен на этот раз, сказал крылатый ревун 8го уровня. Понял. Крылатый ревун 8го уровня размахивал своим огромным мечом и осторожно шел вперед. Сделав поворот, он оглянулся назад и вперед, прежде чем повернуться к крылатому ревуну 7го уровня. Чисто. Путь после поворота был очень широк с беспрепятственным зрением. Это было очень безопасно. Но только тогда раздался крошечный звук. Он был совершенно незаметен. В следующий момент, крылатый ревун 8го уровня, казалось, был поражен чем-то в голову и был отброшен в сторону. Его висок внезапно взорвался, а его зрачки, плоть, сломанные кости и мозги разлетелись во все стороны. Крылатый ревун 8го уровня инстинктивно оттолкнулся, и он полетел в сторону. Он врезался в каменную стену и затем скатился вниз. Затем он начал судорожно на земле. Половина его головы исчезла, и даже демон не выдержал этой травмы. При этом в виде крылатый ревун уровня 7 начал дрожать. Он не знал, кто был нападающим, и определенно не знал, как они напали. Все, что он мог сделать, это бояться. Позади них была волшебная марионетка, а теперь перед ними загадочный убийца. Он даже не знал, куда бежать. Этот гигант высотой почти 14 футов свернулся калачиком у стены туннеля. Он обнял колени, обвил вокруг себя крылья и просто дрожал от страха. С другой стороны поворота Мелинда спряталась за скалой высотой всего 3 фута. Увидев демона на земле, она взволнованно покачала кулаком. Черная кошка не подвела на этот раз. После модификации мушкет был как минимум в 5 раз мощнее и почти не издавал ни звука. Когда-то ее мушкет мог только поцарапать этих больших демонов. На этот раз она взорвала половину черепа демона одной пулей. Мастер Линк, я могу вам помочь. Хорошо, идем сейчас же, призвал ее черный кот к левому туннелю. Мелинда сразу встала со скалы. Обняв мушкет, она похромала по туннелю. Из-за ее хорошего настроения она была довольно быстрая и помчалась, как маленькая мышка. Обратная сторона. Найдя шанс убить несколько крылатых ревунов, Нана вернулась к Линку. Она подняла его и снова пошла вперед. Туда, сказал Линк, указывая на туннель. Это был путь к сердцу пламени в центре горы. Там было очень опасно, со всевозможными зверями стихией огня и чрезвычайно высокой температурой. Но по какой-то причине жажда Линка усиливалась. Он хотел пойти туда прямо сейчас. Вместо того, чтобы доставлять ему неудобства, горячий воздух делал его неописуемо счастливым. Нане явно было все равно, потому что она не чувствовала жару. Даже если она прыгнет в лаву, это будет для нее как ванна. Чем дальше они шли, тем шире был туннель и выше температура. Было уже выше 120 градусов, и слабое красное свечение даже появилось в конце туннеля. Линк на самом деле чувствовал себя более комфортно. Он мог ясно чувствовать, как волны тепла проникают в его кожу, проникая в его тело и сливаясь с таинственным теплым потоком. После этого теплое течение стало еще больше. Его скорость также увеличилась. Линк чувствовал, как температура его тела постоянно повышалась, как будто он был в огне, но он не чувствовал никакого дискомфорта. Это всего лишь искра. Слишком слабо. Мне нужен пылающий огонь. Нана, поспеши вперед. Пройди к правой стороне стены и будь осторожна. Слева стоит огненная саламандра. Ты видишь ее? Туннель был очень просторным. Он был шириной более 100 футов и высотой 65 футов. Саламандра длиной в 6 футов свернулась в небольшом лавовом валу, не двигаясь. Она была похожа на засохшее дерево. Движения Наны стали легче. С пузатыми саламандрами было легко иметь дело, но это вызвало бы большое волнение. Это может предупредить демонов, преследующих их. Пройдя больше 150 футов, Нана привела Линка на полпути к вулкану Аззара. Здесь было очень широко и просторно. Везде было темно красное свечение. Здесь и там были пятна лавы, а пруд с лавой составлял центр. Лава пузырилась и булькала, выплевывая струи огня и дыма. Изредка вспыхивал жар, прежде чем раскаленная лава извергалась, как выступ на поверхности солнца. Жара здесь была невероятной, искажая воздух. Волны огня были повсюду. О деянии контролера пламени Линка и кожаная броня Нана не выдержали такой температуры. Они начали скручиваться и тлеть. Нана была в порядке, очевидно. Как ни странно, Линк также не чувствовал никакой боли от огня. Его кожа даже не горела. Лава упала на него и скатилась, как вода. «Мастер, ты в порядке?» Спросила Нана. «Я в порядке, видишь тот высокий подиум?» Нана кивнула. Подиум был в 150 футах. Из лавового озера выступала скала, и она светилась красным от выпекания из-за экстремальной температуры. Жара была действительно невообразимой. На этом пути нет зверей огненной стихии. Поставь меня туда, и я немного отдохну. Линк чувствовал себя намного лучше, чем когда они вошли в пещеру. Хорошо, Нана пошла вперед, но прежде чем она прошла 60 футов, за ними раздался голос. «Линк, куда ты идешь?» Линк обернулся. Это была Мисамье. Она была в сотнях футов от нее с двумя демонами 8го уровня рядом с ней. Увидев Линка, она вынула длинный кнут и подошла. Здесь было очень жарко, но это не было ничего для демонов. Здесь сила Мисамье в основном восстановилась. Хотя она была далеко от вершины 9го уровня, она все еще была на вершине 8го уровня. С ее двумя помощниками 8го уровня их было достаточно, чтобы справиться с Линком. Не обращай на нее внимания и продолжай идти вперед. Сначала поставь меня на подиум. Пока он говорил, Линк поднял свою палочку. Он наложил заклинание уровня 0 на плавающих в лаве огненных акул. После этого он немедленно наложил заклинание невидимости уровня 0 на него и на нуах. Крик напугал большую 15-футовую акулу. Она инстинктивно поднялась из воды и мгновенно увидела бегущую Мисамье. Огненная акула немедленно напала на новоприбывших. Черт, остановите его. Мисамье сказала своим помощникам. Как только она заговорила, крылатый ревун 8го уровня, стоящий у входа, упал вперед и перестал двигаться. В затылке была зияющая дыра. Зрачки Мисамье сузились. Дело плохо. У Линка действительно есть подкрепление. Сильное подкрепление. Она стиснула зубы. На данный момент у нее нет пути назад. Она должна была убить Линка. Другой крылатый ревун 8го уровня был напуган. Он слышал шум. Он пришел из тоннеля позади них. Он немедленно покинул вход и подбежал к Мисамье. Огненная акула набросилась в это время. Крылатый ревун взмахнул мечом, встречая акулу. Акула была только волшебным зверем 6го уровня. Мисамье знала, что ее подчиненный может легко ее убить, поэтому она просто предупредила. Остерегайся скрытых атак. Я собираюсь убить этого мага. С этими словами она подошла к Линку. В это время Нана уже поставила Линка на высокий подиум. Линк лежал на земле, и скала не обжигала его. Вместо этого было очень удобно и тепло. Это удобно, но все еще недостаточно. Мне все еще немного холодно. Линк инстинктивно посмотрел на самые горячие лавовые озера. У него было желание прыгнуть, но это было психологически сложно. Он все еще был немного нерешительным. Нана обернулась, чтобы остановить Мисамье. Суккуп усмехнулась. Маленькая девочка, ты больше мне не соперник. Несмотря на ранение, ее сила была намного выше, чем в прошлый раз в Некрополе. Нана ничего не говорила. Ее кожаная броня была уже повреждена лавой. Она оторвала ее и сбросила ножны. В ее руках был только кинжал. Точка остановки. Иди сюда. Нана заблокировала ее путь. Вместо того, чтобы атаковать первой, она начала провоцировать. Мисамье бросила кнут Нане, чья реакция была простой. Она ударила кинжалом. Точка остановки. Атака была простой, но также очень угрожающей. Мисамье была вынуждена откинуть кнут. Она знала, насколько острым был кинжал. Однако у нее были другие варианты. Хех. У тебя есть кинжал, но, к сожалению, ты всего лишь воин. Пока она говорила, Мисамье внезапно вытянулась вперед. Темно-красный шар света появился в ее ладони. Она швырнула его в Нану, и он взорвался с грохотом. Застегнутая врасплох, Нана была отброшена назад шаром света. Она потеряла равновесие и упала в лаву. В тот момент она поняла, что совершила ошибку. С очень высокой скоростью реакции Нана бросила кинжал в сторону Мисамье. Мисамье только что произнесла свое заклинание и отреагировала немного медленно. Ее левая нога была поражена кинжалом. С треском вся ее икра оторвалась от ее тела. Нана была отброшена взрывом на 150 футов и упала в лаву. Без ее левой икры Мисамье потеряла равновесие и упала на землю. Икра не имела большого значения. Теперь она была менее чем в 100 футах от Линка. До того, как Нана вернулась, она могла покончить с Линком, даже если ей пришлось ползти. Мисамье начала ползти. Примерно через 60 футов ее сердце внезапно вздрогнуло. Она ползла вперед, даже не оглядываясь назад. Если бы ее тело не было повреждено, она могла бы увернуться от этого. Однако ее икра исчезла, поэтому она двигалась медленнее. Бам! Ее спина вздрогнула, и она выплюнула глоток крови. Посмотрев вниз, она обнаружила дыру в груди. Затем она оглянулась. У входа маленькая фигура смотрела на нее через прицел волшебного мушкета. Там было слишком жарко, и Мелинда не могла войти. Но все было хорошо, потому что ее мушкет имел большой радиус действия. Она может стоять далеко и выстрелить. Это та женщина и бба. Проклятие. Мисамье не ожидала, что эта малая, которую она упустила, все испортит. Она оглянулась на Линка. Он все еще лежал на подиуме без движения. Сжав зубы, Мисамье собрала силы и прыгнула вперед. Она схватила Линка и прыгнула в лаву. Давай умрем вместе. Глава 354. Истинное счастье. Всплеск. Мисамье потащила Линка с собой и упала в кипящую лаву. Все были ошеломлены. Крылатый Ревун 8го уровня одним ударом отрубил голову огненной акуле. Услышав шум, он обернулся и увидел, что тело Мисамье упало в лаву. Не желая драться, он сразу же убежал. На этот раз маг точно мертв. Верно? Командующий. Я сообщу об этом повелителю Голубин. Я уверен, что он запомнит твою службу. Крылатый Ревун подумал про себя. Пространство над этой пещерой было широким, и в небе была дыра. Это была дыра, из которой возникнет лава, когда вулкан извергнется. Демон расправил крылья и приготовился к полету. Взрыва. Он услышал тихий звук и увидел летящую пулю, направленную прямо к нему. Это было от Мелинды. Покойся с миром. Пуля разорвала одно из его крыльев, когда он летел над лавой. Когда его крыло сломалось, он упал в лаву. Ааа, аааа, закричал он. Он отчаянно боролся, пытаясь вырваться, но все было напрасно. Температура лавы была просто слишком высокой. После того, как Нана упала, она сразу же поплыла к берегу. Даже она не могла долго там продержаться. Чего ждать от демона из плоти и крови? Через мгновение тело демона загорелось. Крики постепенно стихли, пока не исчезли. Гора, наконец, успокоилась, и Мелинда опустила мушкет. Она тупо уставилась на место, в котором Линк упал в лаву, с оцепенением. Нана поплыла к краю лавы и вышла. Ее тело стало ярко-красным, и многие части были деформированы. Если бы она потратила больше времени, она бы тоже растаяла. Добравшись до берега, она тоже уставилась на лаву. Она ждала, пока ее тело остынет, чтобы она могла нырнуть, чтобы найти своего мастера. В этот момент самым спокойным был только черный кот. Сидя в сумке вокруг талии Мелинды, он высунул голову и уставился на бассейн с лавой. Интересно, как интересно? Твоя голова интересна? Мелинда немедленно закричала, когда услышала кота. Она была возмущена. Если бы не этот проклятый кот, мастер Линк бы не умер. Это все вина этого кота. Поэтому кошка, пережившая несколько счастливых минут спокойствия, снова подверглась неописуемым пыткам. Через гору раздавались болезненные звуки мяуканья. В этот момент глубоко в лавовом бассейне был совсем другой пейзаж. Будучи втянутым в лаву Месамье, Линк обнаружил, что медленно спускается вниз. Температура кипящей лавы была чрезвычайно высокой. Это видно из того, что даже Нана не могла долго находиться внутри. Странно, но Линк нашел ее немного теплой, и ни капельки не обжигающей. Потоки теплых потоков текли в его тело и включались в теплое течение внутри него, заставляя его течь быстрее и сильнее. Таинственным образом под влиянием теплого течения Линк обнаружил, что, хотя он и спускался глубже в лаву, он не задыхался. Ему просто не нужно было дышать. Месамье тоже была еще жива. Демоническая сила распространилась из ее тела, защищая ее от безумного тепла. Она крепко обняла Линка, планируя втянуть его глубоко в лаву. Она широко открыла рот и жестоко укусила Линка. Линк инстинктивно повернулся в сторону, заставив Месамье укусить его за плечо. Месамье теперь была как осьминог. Мало того, что она ухватилась за Линка зубами, но ее руки были так же плотно обернуты вокруг Линка, как и ее ноги. Она хотела поймать его и убить. Если бы Месамье была в ее полной силе, она могла просто переломать ему кости. Однако прямо сейчас она была сильно ослаблена, и ее сила уменьшилась. Кроме того, в теле Линка циркулировала странная сила, помогающая ему противостоять хватке Месамье. Они вдвоем опустились на 90 футов в лаву. Температура становилась все более высокой. Линк больше не чувствовал холода. Теперь ему стало жарко, очень жарко. Течение внутри его тела теперь бушевало, и Линк чувствовал огромную силу, которую он не мог описать. Как будто сила была заперта в его теле и пыталась вырваться наружу. Тело Линка стало полем битвы в этой борьбе, превратившись в нечто вроде скороварки и заставив Линка испытывать жгучую боль. Если эта штука станет сильнее, я умру. Я просто взорвусь. Мне нужно это подавить. Разум Линка был в тумане, и он не мог думать должным образом. В какой-то момент он обнаружил прохладу около своего тела, ощущение холода. Должно быть, это Месамье. Она на самом деле все еще жива. К настоящему времени Линк больше не мог чувствовать извивающую хватку Месамье. Тем не менее, он все еще мог чувствовать холод рядом со своим телом. Именно из-за этого присутствия он был еще жив и не разрушен силой внутри себя. На моем плече рана. Это будет отдушина для силы. Линк попытался распространить и направить путь тока. На самом деле он не имел большого контроля и мог только надеяться, что часть его силы вытечет из его раны на плече. Каким-то образом ему это удалось. Хотя течение быстро циркулировало в его теле, он мог как-то направить его. Часть его отделялась и текла крайне на его плече. Прохладное чувство от его плеча пришло от того места, где острые зубы Месамье все еще были прижаты к нему. Холод исходил от демонической силы Месамье и медленно проникал в тело Линка. При нормальных обстоятельствах этой демонической силы было более чем достаточно, чтобы убить Линка. Однако прямо сейчас все было иначе. Сила в теле Линка была намного сильнее, и на самом деле она все еще росла. Эта сила была как мусоросжигательная печь. Перед ним любая демоническая сила, проникшая в тело Линка, сдалась бы. Неожиданно этот укус не только не имел никаких негативных последствий, но и дал Линку некоторые преимущества. Это было похоже на регулятор, поскольку тепло в теле Линка растворило холодную демоническую силу, давление от тепла также уменьшилось. Однако этой демонической силы было недостаточно. Этого было слишком мало. Ему нужно было намного больше, чтобы достичь баланса. Когда Линк боролся, он обнаружил, что его сила увеличилась. Он легко стряхнул с себя руку Мисамье. Мало того, он даже крепко обнял ее и укусил ее за шею. Наполненная демонической силой, кровь начала течь из шеи Мизамье в живот Линка. Было очень холодно, и когда она вошла в тело Линка, она растворила в нем огромное давление. Линк мгновенно почувствовал себя намного лучше. Мисамье начала бороться, однако это было бесполезно. На этот раз он крепко держал ее, и сила Линка была намного больше ее. Он жадно поглощал ее холодную кровь. Горячая энергия все еще входила в тело Линка, и теплый поток становился все больше. Однако под влиянием демонической энергии течение было намного теплее. Если раньше сила была уподоблена излиянию лавы, то теперь силу можно охарактеризовать как слабый поток воды. Проходя сквозь тело Линка, он помог ему восстановить внутренние повреждения. Эти травмы были результатом использования магического заклинания легендарного уровня. Голова Линка уже прояснилась, и он мог видеть эти травмы. Он видел многочисленные разорванные артерии и сухожилия, а также переломы костей. Глядя на свои раны, Линк внезапно все осознал. Неудивительно, что легендарные маги встречались намного реже, чем воины. Помимо требования магии, сила тела была определенно другим ограничением. Тела воинов были естественно сильны. Достигнув пика уровня 9, им было легко достичь легендарной силы. Однако маги не могли. Их тела были слишком слабы, так что, даже если они были осведомлены о тайнах легендарной силы, их тела не могли нести груз такой силы, если у них не было способа поднять силу их тел. Таким образом, этот момент продемонстрировал превосходство расы драконов. Нежный поток омывал каждую рану, и с каждой секундой раны постепенно восстанавливались. Разорванные кровеносные сосуды медленно преобразовывались, как листья, растущие на растении, постепенно прорастая. Линк понятия не имел, сколько времени прошло, но он обнаружил, что в его объятиях тело, которое он обнимал, рассыпалось. Он полностью высосал демоническую силу Месомье. Горячая энергия лавы все еще проникала в его тело. Без демонической силы, чтобы уравновесить жар, тело Линка снова начало нагреваться. Однако больше не было ничего, что могло бы ограничить его движение. Он двигал руками и ногами и быстро поплыл к поверхности лавы. Когда он поднялся, температура лавы снизилась. Следовательно, тепло энергии, поступающей в его тело, также уменьшилось. Плавая около минуты, Линк достиг глубины, где он чувствовал себя комфортно. Температура на этой глубине не была не слишком высокой, не слишком низкой. Окруженный лавой, он чувствовал тепло и уют. В этот момент Линк был рад остаться в своем текущем положении и плавать там, позволяя своему телу поглощать тепло от лавы. Со временем сила в его теле становилась все гуще и гуще, и разум Линка становился все яснее и яснее. Эффект травмы его души также исчезал. Он тщательно оценил силу своего тела. Основываясь на интуиции Линка, сила имела кристально-красный цвет и была очень горячей. Он был полон энергии и, кроме того, был невообразимо ясен, как он мог описать это. Сила была в точности как самый блестящий рубин, который заставил бы всех желать этого. Подождите. Линк вспомнил, что видел силу такой чистой только один раз. Правильно, он однажды видел это в Королеве Красных Драконов Гретель. Это было впечатление, что ее сила дракона перешла к Линку. В этот момент сердце Линка колотилось. Может ли быть так, что сила внутри меня – энергия дракона? Но откуда она у меня? Он вдруг вспомнил, что произошло в Храме Дракона. В то время она продемонстрировала ему несколько загадочных магических заклинаний. После каждой демонстрации его усталость всегда исчезала, и он всегда был полон сил. Не говори мне, что она все-таки драконифицировала меня. Но если бы это была драконификация, разве я не обнаружил бы это раньше? Почему она была скрыта до сих пор? Линк не мог этого понять. Была еще одна вещь, которую он не мог понять. Ранее, чтобы уменьшить давление, он должен был поглощать демоническую силу от Мизамье, чтобы уравновесить силу внутри него. Основываясь на этой логике, его сила должна быть смешана с демонической силой. Однако не только сила внутри него не имела ни малейшего зла, она была несравненно чистой. Фактически, это было сопоставимо даже с Королевой Гретель. Это действительно таинственно. Это может быть игровая система? Линк строила догадки, прежде чем отвергнуть эту гипотезу. Если бы это была работа игровой системы, он бы получил окно уведомления. Однако окно уведомления не появилось. Так как он не мог понять это, он предпочел бы не беспокоиться об этом. Он сосредоточился на поглощении энергии. Когда энергия продолжала течь в его тело, Линк заметил, что его тело больше не чувствовало себя таким жаждущим, как раньше. Что-то вспыхнуло в его видении, и всплыло окно уведомлений. Наконец-то, Линк посмотрел и увидел ряд слов. Игрок Линк получил безупречную силу дракона. Безупречная сила дракона Рост уровень 7 эффект Увеличивает жизненную силу Силу – скорость пользователя, а сила увеличивается с ростом уровня навыка. Примечание Способность, полученная в результате нескольких случайных совпадений. Совпадения? Линк спросил, какие совпадения? Система отобразила другое сообщение. Линк посмотрел на него и был приятно удивлен. Истинное счастье Глава 355 Это не личный дисплей игровой системы записал весь процесс. Когда Линк упал в озеро лавы, в нем было три вида силы. Мана – сила света и сила дракона. Мана ушла без слов. У каждого мага бывало такое. Сила света – это было благословение души от ангела Эрреры. После борьбы с падшим волшебником Бейлом Линк обладал способностью поглощать солнечный свет. Эта способность была очень слабой и только делала тело Линка немного сильнее, чем средний маг. Но после всего этого времени он накопил много силы света. Сила дракона пришла от королевы красных драконов. Согласно игровой системе, королева красных драконов не накладывала заклинаний на Линка. Она вложила чистую силу дракона в Линка. Под ее влиянием Линк, естественно, стал гораздо более энергичным. Из трех сил самая большая была Маной, затем сила света и, наконец, сила дракона. Сила дракона была запечатана королевой красных драконов, поэтому она могла только помочь ему восстановить энергию. Но на этот раз Линк произнес легендарное заклинание и повредил свое тело. Сила дракона, естественно, начала действовать и помогла залечить его раны. Как говорится, неудача была матерью успеха. Во время этого процесса сила дракона начала сливаться с телом Линка. Часть силы, которую королева красных драконов бесцеремонно запечатала в нем, тоже пробудилась. По слухам, после ранения дракона они могли быстро восстановиться, независимо от того, насколько серьезной была травма, если им давали достаточно энергии и они не были убиты на месте. Реальность доказала, что слухи заслуживают доверия. Однако после пробуждения силы дракона возникла другая проблема. Он не был очень сплоченным с телом Линка и инстинктивно начал поглощать силу, не заботясь о том, сможет ли тело Линка противостоять ей. Точно так же сила дракона столкнулась с другими силами в Линке. Это была практически война трех сторон. В это время Линк получил силу демона. Сила демона была очень темной. После того, как оно появилось, оно немедленно столкнулось с силой света в Линке. Один свет и одна тьма, они пытались уничтожить друг друга в чистейшей форме энергии. Эта энергия никуда не делась. Все это было поглощено силой дракона. После того, как оно усилилось, оно поглотило нейтральную ману. После очередной серии случайностей, Линк стал обладателем безупречной силы дракона 7го уровня с довольно хорошим будущим роста. Не было бы счастья, да несчастье помогло, Линк не мог не думать. Однако была другая проблема. У него осталась только сила дракона, так как он мог читать заклинания в будущем. Получив представление, Линк выбрал и СМ информацию о персонаже. Линк Марани, благородный, уровень 7, драконий маг, безупречная сила дракона, 6500, скорость восстановления силы дракона, 5100 очков в секунду, меняется в зависимости от энергии в окружающей среде, текущая скорость восстановления силы дракона, 66 очков в секунду оружие, пылающий гнев небес. Как я могу читать заклинания без маны? Линк обнаружил, что вся его сила изменилась. Игровая система ответила сообщением, безупречная сила дракона может быть использована в качестве маны. 2 очка маны, 1 очко силы дракона, 1 очко амни может поднять верхний предел силы дракона на 1 очко. Очки амни не смогут изменить скорость восстановления силы дракона. Читая все это, Линк получил усредненное понимание своей новой силы. Он оглянулся на карты маны, которые он мог купить, и понял, что стоимость маны превратилась в стоимость силы дракона. Видя это, Линк в основном все понял. Это было похоже на открытие скрытой карьеры в игре. Он сменил работу и даже поднял уровень силы. Самым большим преимуществом становления магом драконом было то, что ему больше не нужно было беспокоиться об использовании маны. Честно говоря, скорость восстановления силы дракона была просто слишком высокой. Даже при самой низкой скорости в 5 очков в секунду это было 300 очков в минуту, и он достигнет максимума через 20 минут. В настоящее время внутри вулкана скорость восстановления составляла 66 очков в секунду. Почувствовав беспрецедентную силу, Линк был счастлив, но и немного сожалел. Даже если одно очко силы дракона равнялось двум пунктам маны, его верхний предел маны составлял только 13.000. Он не мог использовать ни одно из своих двух легендарных заклинаний. Сила дракона была безупречной силой драконов, но функции все еще не были завершены. Линк не мог использовать ее, чтобы изменить форму. Обменный курс очков амни также снизился. Раньше одно очко амни можно было обменять на 10 маны. Теперь это было соотношение 1 к 1. Он много потерял на этом, но, думая обо всех преимуществах силы дракона, Линк почувствовал себя лучше. Как бы то ни было, это все еще довольно хорошо. Верхний предел низкий, поэтому мне просто придется выполнять больше миссий, успокоил себя Линк. Теперь его тело было в порядке, и скорость поглощения силы дракона значительно замедлилась. Линк замкнул ноги и поплыл вверх. С всплеском Линк вырвался из поверхности лавы и начал плыть к земле. Прежде чем он достиг этого, подошла Нана. Увидев его, ее большие глаза превратились в полумесяцы, и она улыбнулась. Мастер, ты в порядке? Никаких проблем, сказал Линк. Он забрался на землю и услышал болезненные крики черного кота. Повернув голову, он увидел Мелинду, стоящую у входа. Она плакала, в то же время, избивая крайне жалкую черную кошку. Твоя вина. Все это твоя вина. Твоя вина. Она продолжала говорить. Если бы не предательство кота, мастер Линк не умер бы. Она еще не заметила Линка. Э, разве это не Элладим? Почему он с Мелиндой выглядит так жалко? Линк нашел это очень странным. Он встал и подошел. Когда черный кот увидел Линка, его вопль вырос вдвое громче. Хватит бить. Хватит бить. Линк все еще жив. Смотри, вот он. Он действительно боялся этой девушки. Она вообще не слушала его и просто обвиняла во всем. Не важно, что было сказано, она будет продолжать бить. Его голова была поражена десятки раз, когда он произнес эти слова. Ее удары не были сильными, но это вызывало чувство жалости. Она была такая жестокая. Когда он закончил говорить, Мелинда наконец остановилась и подняла слезящиеся глаза. Она действительно увидела, как Линк шел с Наной. Из-за лавы ни на одном из них не было одежды. Мелинда вскрикнула от приятного удивления, а затем ее лицо покраснело. Она спряталась за угол. Линк вышел в туннель. Он накрыл себя и Нану простым плащом. Одевшись, он позвал. Мелинда, теперь все в порядке. Выходи. Итак, Мелинда наконец-то вышла с красным лицом. Увидев Линка, ее счастье быстро преодолело ее застенчивость. Мастер Линк тихо позвала она. Линк кивнул. Он увидел, что нога девушки была в крови, и понял, что ее рана снова открылась. Он подошел, чтобы очистить рану. Обернув ее снова, он попытался добавить немного силы дракона. Мелинда немедленно вскрикнула. Больно? Линк спросил. Нет, так тепло. Рана кажется анимелой и зудящей, как будто она скоро заживет. Это приятно, сказала Мелинда, чувствуя любопытство. Услышав, что сила дракона была эффективна, Линк почувствовал облегчение. Излив силу дракона в рану Мелинды, он сказал Нане. Неси ее. После того, как Нана подняла Мелинду, Линк наконец спросил. Как ты поймала черную кошку? Его придавило большое дерево, а задние лапы были сплющены. Я спасла его, а затем отрезала передние лапы и вырвала зубы. Он больше не может причинять людям вред. Линк положил Элладима в свои руки. Кот выглядел действительно жалким. Он был весь в крови. Его мех был в грязи, а конечности отсутствовали. Он был даже более жалким, чем бездомный кот. Навострив уши, он слабо сказал. Линк, давай договоримся. У меня больше не будет таких затей. Ты меня простишь? Глядя на это, Линк подумал пять секунд, прежде чем покачать головой. Нет. Почему нет? Я спас тебя. Если бы не я, ты был бы мертвым куском мяса. Я тоже помог тебе обрести силу дракона. Черная кошка была ошеломлена. Линк хорошо знал это. Но если он говорил нет, это значило нет. Он был в десять раз жестче, чем девушка Ебба, когда он хотел быть таким. Линк тонко улыбнулся. Это не личное. Без лишних слов. До свидания, Элладим. Нана, кинжал. Как только он заговорил, кинжал точка остановки в руки Наны слабо засветился. Она вонзила его в голову Элладима. Разноцветные огни вспыхнули. Это была душа бога, и она пыталась заблокировать кинжал точка остановки. Тем не менее, кинжал был агломерацией разрушительной сингулярности. Просто душа бога была бесполезна. Через три секунды кинжал пронзил свет. Ах! Ужасно болезненный крик раздался в голове каждого. Затем разноцветное свечение рассыпалось в бесчисленные световые пятна. Было так много пятен, что весь просторный туннель был окрашен. Свет не угасал целых пять секунд. К тому времени кинжал утонул в черепе черного кота. Элладим, бог, который не хотел ничего иного, кроме побега из фирумана, умер от такой разрушительной сингулярности. Возможно, остались бы остатки его души, но это было неважно. Предательство было лишь малой частью того, почему Линк убил его. Этот черный кот представлял слишком большую опасность. Мир фирумана уже раскололся, и он станет только сильнее. С божьей мудростью у него были бы бесконечные уловки. Поврежденное физическое тело не могло долго его ограничивать. Никто не мог знать, что бог сделает в то время с клеткой, в которой он находился тысячи лет. Линк не осмелился рискнуть, поэтому решил раз и навсегда избавиться от проблемы. После этого Линк бросил труп черного кота в лаву. С легким хлопком труп превратился в дым и исчез. Видя это, Мелинда была немного ошеломлена. Линк понял, что его жестокость потрясла ее, поэтому он объяснил. Его существование уже привело к гибели бесчисленных людей. В будущем из-за него погибнет еще больше. Его сила быстро растет и скоро превзойдет нас. Я могу только убить его. Мелинда кивнула. Она увидела другую сторону Линка, жестокую и решительную. Она была немного напугана, но также чувствовала себя в большей безопасности. Ее чувства были противоречивы. Выйдя из пещеры, Линк проверил направление и вызвал соловья. Они взобрались и начали лететь в сторону крепости Арида. На этот раз в его голове все еще болела боль, но он мог вынести это. Пролетев на постоянной высокой скорости около 100 миль, он не только не устал, но и его головная боль исчезла. Теперь они были в королевстве Нортон и находились примерно в 250 милях от крепости Арида. Это было не слишком далеко. Со скоростью соловья внешние стены крепости появились на виду через три часа. За две тысячи лет северная человеческая раса пережила восемь династий. Каждый потратил бесчисленные деньги и рабочую силу на строительство и расширение стен. В то время это был, несомненно, главный стратегический проход для северных людей. Когда Линк был в трех милях отсюда, его остановил разведчик. Волшебник, сообщите свое имя. Лорд Ферде, барон Линк Марани. Линк сообщил о своем дворянском звании рядовому солдату, потому что было проще заставить простого человека уважать дворянина, в то время как маг получал благоговение и страх. Первый был намного лучше. Как только он произнес свое имя, разведчик мгновенно пришел в восторг, и он отдал честь Линку. Господин, добро пожаловать в крепость Арида. Глава 356. Канун финальной битвы. Часть 1. За пределами оборонительной линии крепости Арида Скинор стащился назад, весь покрытый ранами. Перед этим Линк выпустил легендарное магическое заклинание – Нисхождение Бога Грома. Он столкнулся с экспертом 9го уровня, а также с пользователем Темного Змея. Он просто не мог позволить себе обратить внимание на свое окружение. Когда ударные волны их боя поразили его, Скинор сделал все возможные, чтобы найти укрытие. Тем не менее, камень размером с маленькую голову все еще врезался в его спину. У него не было стойкости тела демона, поэтому после удара ему пришлось спустить в ход всю свою силу воли. Он преодолел 200 миль всего за полчаса. Обычно он не мог этого сделать даже в неповрежденном состоянии. Однако на этот раз он действительно отдал все. Линк поставил на карту свою жизнь, чтобы демоны не преследовали его. Если он не закончит миссию, Скинорс чувствовал бы, что подведет его. Он не хотел, чтобы историки будущего так печально записывали этот раздел истории. Линк рисковал своей жизнью, чтобы остановить демонов, но неизвестный человек потратил в пустую его жертву. Он хотел, чтобы историки написали. Скинорс успешно выполнил миссию Линка, доставив волшебную записку в крепость Эрида, что привело к развороту хода войны. Это было бы его славой. Поэтому, когда в его видении появилась 150-футовая крепость Эрида, Скинорс почувствовал, что все его органы нагреваются. Даже мокрота, которую он выплевывал, была красного цвета. Его ноги тоже чувствовались, как будто они сделаны из свинца. По сути, он был на последнем вздохе. Его зрение стало размытым, и предметы в его видении выглядели темнее, чем на самом деле. Разведчик за пределами баррикады крепости заметил его и крикнул. Кто вы? Сообщите о своем звании. Услышав это, Скинорс знал, что выполнил свою миссию. Он глубоко вздохнул и выплюнул сгусток крови, который подавлял в своем горле. Затем его ноги подкосились, и он рухнул на пол. Майор. Это майор Скинорс. Кто-то узнал его? Да, приведи меня в крепость, чтобы увидеться с герцогом Абелем. Я несу важное послание. Скинорс сказал, лежа на земле и глубоко дыша. Каждый выдох нес зловоние крови. Сказав это, Скинорс почувствовал себя очень слабым и почти потерял сознание. В своем оцепенении он почувствовал, как кто-то подхватил его и накормил чем-то, похожим на лекарство. Выпив несколько глотков, он почувствовал прохладное чувство в груди. Он также мог слышать, как люди разговаривают рядом с ним. Затем его поместили на боевого коня, который медленно побежал вперед. До того, как волшебная записка была доставлена, Скинорс не смел позволить себе потерять сознание. Всю дорогу он прикусывал губу, чтобы не отключиться. К счастью, он был экспертом 7го уровня, поэтому после некоторого отдыха на коне его дух восстановился, и его разум прояснился. Он обнаружил, что идет через темный тоннельный проход длиной около 120 футов. Это было частью магической защиты крепости Арида. Пройдя через тоннель, Скинорса понеслись лошади в носилках. Рельеф земли менялся, и через 300 футов появилась вторая стена. Из-за высокой местности стена поднялась еще выше. Это также дало защитникам большую дальность видимости. Во втором тоннеле у священника появились повторяющиеся заклинания. Божественный свет сиял на тело Скинорса. Скинорс чувствовал волны тепла, проникающие в его тело, и боль, которую он чувствовал, постепенно уменьшалась. После этого он почувствовал зуд в горле и груди. Это было очень знакомое чувство, которое возникало всякий раз, когда раны заживали. Как ни странно, на этот раз его жизненно важные органы были повреждены. Эти органы обычно не были чувствительны, поэтому зуд в них был очень странным для Скинорса. Это показало, насколько быстро шло восстановление. Травмы Скинорса не считались слишком тяжелыми, и его телосложение изначально было сильным. Получив божественное исцеление от священника, он почувствовал, что его оживили, и хотя он все еще чувствовал слабость, он был в основном в порядке. Сидя в седле, он вновь изложил свою миссию. «Мне нужно увидеть герцога Абеля, сейчас же». Священник мягко ответил. «Воин, мы сейчас увидимся с герцогом. Я в порядке. Я могу ходить самостоятельно». Выйдя с носилок, Скинорс проверил волшебную записку в своем браслете. Он вынул ее и благополучно положил в карман. Крепость была на склоне. После второй стены это был каменный скат. Каменный скат был окружен с обеих сторон высокими стенами, которые были защищены магическими барьерами. На стенах стояли солдаты. Даже если враги смогут пройти сквозь две стены впереди, им все равно придется сражаться с этой плотно защищенной рампой. Когда они это сделают, они окажутся зажатыми между двумя стенами защитников в зоне поражения. Рампа была очень длинная и вела в небольшую городскую крепость. Город был сделан из нескольких уровней. На четвертом уровне города находился центр крепости Арит. Эта крепость была почти полностью сделана из антимагических металлов. Даже если враги добрались сюда, ворота крепости были толщиной не менее трех футов и были тщательно защищены. Пробиться через ворота было нелегко. В этот момент зал в цитадели был центром командования. Там собрались герцог Абель, эльфийская принцесса Мелда, король горных гномов, а также командир соединения третьего контингента дирижабли Ибба. Все они знали, что Скинорс принес письмо Линка. Видя, что он вернулся без Линка, у них вдруг возникло плохое предчувствие. Майор, доложите, проинструктировал герцог Абель. Скинорс приветствовал всех в комнате. Хотя это было не слишком уместно, никто не был в настроении думать об этом. Затем он начал рассказывать о своих переживаниях с момента, когда он встретил Линка на золотых равнинах до горного хребта Хандуан. Он рассказал о том, как они обнаружили дирижабли Ибба, а также об окончательном противостоянии возле хижины и волшебной записки Линка. Он говорил просто и закончил свой пересчет менее чем за 10 предложений. После этого он достал волшебную записку Линка. В комнате было тихо, все молчали. Магическая записка была получена офицером и передана эльфийской принцессе Мелде, которая наиболее умело использовала магию. Раздался шелест. В зале было так тихо, что единственное, что можно было услышать, это листание страниц. Почерк на закодированной магии записки был всем знаком, это был Линк. Мана, исходящая из записки, излучала ауру спокойствия. Глядя на почерк, эльфийская принцесса Мелда не могла не вспомнить какого-то конкретного черноволосого молодого человека. В магической записке указывалось, что он остался стоять лицом к лицу с засадой из 50 демонов и аймансом, которые обладали божественным оружием. Столкнувшись с такой силой, даже ее мать, королева эльфов, могла только бежать. Поэтому, скорее всего, Линк был мертв. Хотя в записке не указывалось завершение битвы, эльфийская принцесса Мелда, как и все остальные в зале, могла догадаться, что произошло. В какой-то момент слеза упала на книгу перед ней, размазывая ряд слов. Эльфийская принцесса Мелда поспешно высушила страницу, прежде чем продолжить смотреть на нее. Никто не нарушил тишину в зале. Они слишком боялись нарушить концентрацию эльфийской принцессы Мелды. Все знали о важности волшебной записки в ее руках. Это было не только сообщение, но и заметки о том или ином магическом образовании. Это касалось жизни сотен тысяч солдат. По сути, она держала в своих руках судьбу континента. Через полчаса эльфийская принцесса Мелда закрыла записку. Она кивнула головой и сказала. Мак Линк написал все очень четко. Я считаю, что, если у нас будет достаточно магов, мы можем активировать формирование заклинаний, содержащиеся в этом письме. Используя его, мы можем сражаться против божественных заклинаний Змеи Тьмы. Однако. Однако что? Герцог Авель сразу спросил. Чтобы активировать это магическое образование, оно должно быть направлено мастером-волшебником. Линк был бы лучшим человеком для этой работы, но он. Ну, я отправлюсь обратно на остров рассвета, чтобы наберите не менее 100 магов 6го уровня. Кроме того, нам также нужно будет начать обучение их использованию формации. Я не знаю, хватит ли у нас времени. Независимо от того, было ли достаточно времени, это было то, что нужно было сделать. Черт. Герцог Авель ударила стол со страданием в сердце. Теперь, когда дело дошло до этого, он не знал, как себя чувствовать. Линк уже сделал все, что мог, и он даже отдал свою жизнь ради их дела. В конце концов он нашел способ дать отпор божественному оружию. Однако, по сравнению с этим волшебным образованием, Герцог Авель предпочел бы вернуть Линка. Магическое образование было мертвым само по себе. Маг был настоящим сокровищем. Для мага, такого как Линк, который мог стать легендарным магом, Герцог Авель мог бы считать его более ценным, чем 100 тысяч солдат. Хорошо. Лорд Линк уже выполнил свою миссию. Продолжить это дело, это для тех из нас, кто еще жив, сказал командир формирования дирижабля Ибба, вставая со стула. Он посмотрел на эльфийскую принцессу Мелду и сказал. Принцесса, наши дирижабли могут быстро доставить нас к острову Рассвета. Я хотел бы спросить, будет ли эльфийская королева руководить магическим образованием? Эльфийская принцесса Мелда покачала головой. Нет, моя мама не может присоединиться к битве. Ей нужно защитить наше мировое древо. Хорошо, давай уйдем. Командир Иббы сказал с тревогой. Он был явно обеспокоен. Столица Иббы, Лориэль, была в настоящее время осаждена демонами. Только человеческая армия их союза могла помочь им прорваться через осаду. Однако им нужен был способ защиты от божественного механизма, прежде чем они могли выйти. Поэтому это волшебное образование все еще касалось судьбы Ибба. Да, мы отправимся сейчас, сказала эльфийская принцесса Мелда. Однако именно в этот момент ворвался другой солдат. Когда он вошел, он даже не потрудился с формальностями и закричал. Убийца демонов вернулся. Убийца демонов был званием Линка среди солдат. Все в зале были ошеломлены. Они молча смотрели друг на друга. Затем герцогабель встал. Его действия были резкими и быстрыми, и он даже опрокинул кресло, на котором сидел. Как он? Он ранен? Он выглядит хорошо, сообщил солдат, сияя. Вот как. Все в зале вздохнули с облегчением. Серьезная атмосфера была теперь полностью рассеяна. Глава 357. Канун финальной битвы, часть 2. После того, как пришло сообщение Линка, герцогабель встал, растеряв всякое спокойствие. Все было не так уж плохо. Все смотрели друг на друга, потеряв дар речи. Эльфийская принцесса Мелда встала и выбежала их комнаты. Она бежала так быстро, что ее тело даже слабо светилось и мгновенно исчезло за дверью. Она использовала заклинание ускорения. Все видели слезы Мелды, но тогда все думали, что Линк мертв. Теперь с Линком оказалось все в порядке, и все они испытали облегчение, но реакция Мелды была такой драматичной. Они переживала больше всех. Судя по всему, у Мелды раньше были проблемы в Ферде, и мастер Линк спас ее. После этого Мелда осталась в Ферде вместо того, чтобы вернуться на Остров Рассвета. У нее даже был свой дом в Ферде. Это не было секретом. Как маг она даже не смогла контролировать свои эмоции и заплакала, когда они услышали новости о смерти Линка. Теперь она была такой эмоциональной. Было ли что-то между ними? Риэль, король гноми и горы, был очень прямолинейен. Он хлопнул кулаком по столу и засмеялся, сказав. Принцесса влюбилась в волшебника? Ха-ха, это здорово. Командир дирижабля Ебба тоже хихикнул. Держу пари, это запишут в эпосах. Герцог обили другие офицеры неловко переглянулись. Все они знали, что у Линка в Ферде была женщина по имени Селин или что-то в этом роде. Эти двое, очевидно, были влюблены. Реакция принцессы высших эльфов создавала неловкую ситуацию. Герцог усмехнулся. Ага, это личное дело мастера Линка. Давайте прекратим это обсуждать и пойдем поприветствовать его. Все встали и вышли из зала. По пути, чем больше Герцог Абель думал об этом, тем больше он находил это дело странным. Когда он прошел мимо первого контрольно-пропускного пункта, он наконец понял. Принцесса Милда, личное дело Линка, прошептал он офицерам рядом с ним. Обсуждать запрещено. Мы будем делать вид, что ничего не видели и ничего не знаем. Если кто-то из солдат будет сплетничать, накажите их. Понятно? К концу его фразы взгляд Герцога Абеля стал резким, а губы сжались. Выражение его лица было очень строгим. Да, генерал. Офицеры не знали, почему их генерал вел себя так, но все равно повиновались. У Абеля на самом деле были очень глубокие мысли по этому поводу. Гномы и Ебба были чужими расами. Аутсайдерам было все равно, и они не стеснялись вызывать драму. Однако Абель знал, что слезы принцессы Милды были искренними, но спешить поприветствовать его, узнав, что Линк еще жив, было немного неосторожно. Она была принцессой высших эльфов, и каждый ее шаг имел вес. Прожив вместе в крепости последние дни, Абель знал, что Милда ясно понимала свои обязанности. Возможно, она еще не была зрелым политиком, но она уже была на пути к зрелости. Она была сильнее большинства людей. Как она могла так потерять свою сдержанность? У Брайента были беспорядочные отношения с высшими эльфами, и он даже умер на острове Рассвета. Хайм и Мым, высшие эльфы хотят всех наших человеческих гениев. Какой хороший план? Размышляя об этом, сердце Абеля стало холодным. Он был известен как железный герцог и имел сильный характер. Благополучие человечества всегда было для него на первом месте. По его мнению, высшие эльфы и темные эльфы были чужеземцами. Они могут работать вместе, но должны быть осторожны. Конечно, хотя он был недоволен действиями Милды, он был политической фигурой, и они были союзниками. Абель быстро поправил свои эмоции и улыбнулся. С другой стороны, Линг только что пересек первую стену крепости, и солдаты уже заполнили площадь. Все они были там, чтобы увидеть известного мага. Там было так много людей. К счастью, солдаты в основном следили за порядком и присутствовали офицеры. Хаоса не случилось. Во время прогулки толпа впереди становилась все громче. Раздались вздохи и крики. Принцесса высших эльфов здесь. Боже мой, откуда такая красивая женщина в этом мире? Она должна быть воплощенной луной. Принцесса высших эльфов находилась в крепости Ари до более месяца, но когда она только появилась, на ней была вуаль. Позже она в основном оставалась в башне магов, поэтому у большинства обычных солдат не было возможности увидеть ее истинную внешность. Ходили слухи, что она прекрасна.